На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на. Ха! МИ! Бэтрайдер. Джензак. Когда-то известный шпион Джензак решил измениться, приобрести контроль и четкость вместо безумного уничтожения. Годы боев позволили ему улучшить его искусство управления огнем. Он может искупать врагов в масле, которая затрудняет им передвижение и делает их легко воспламеняющимися. Может кидать взрывчатое вещество, которое отбрасывает врагов, или взлетать, оставляя за собой свет в пламени. Однако, самый смертельный его навык это аркан, которым он ловит врагов и оттаскивает в руки к своим союзникам. Отходим, Вара бежит, ладогона нету еще, первого нету, есть фф-шка. Хорошо. Хорошо. Ну почти на вставочку, прям под лоу хп. Уф. Не могу ничего сделать. Пить ссылки. Поджигаю. Поджигаю. Хорошо. Ух ты. До свидания. Но тут надо фф-шкой. Ууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу Ну, посмотрите, это спонсоры, спонсоры Ютуба моего канала. Спасибо вам, друзья, большое за то, что поддерживаете, смотрите контент немного раньше и знаете немного больше. Не забывайте чекать сообщество в Ютубе для того, чтобы знать немного больше, друзья. Напоминаю, что спонсорка есть, она в общем доступе, ее можно подключить при желании. При желании, я не заставляю, друзья. Спасибо всем, кто идет со мной в ногу и, конечно же, дает развиваться, друзья. Ну и что ж, сегодня у нас гайд на Батрайдера, на вот этого прекрасного героя. Некоторые игроки вообще его не понимают. Ну и, конечно же, сегодня мое дело полностью раскрыть этого героя для вас. И, конечно же, я вам расскажу много нюансов по этому персонажу. А также, друзья, переходим к способностям. Мы узнаем, как работает Стики Напаун, как работает Флеймбри, как работает Файрфлай, как работает Лассо. Множество интересных фишечек сегодня вас ждет. Поэтому не скипайте теорию, не скипайте практику. И пожелаю всем приятного просмотра. И мы начинаем. Поехали! Итак, друзья, что ж, самое время разбирать у нас способности. Первая способность на нашем персонаже это Стики Напаун. Данную способность многие игроки просто не понимают. И как ее юзать, и что она вообще делает, я вам сейчас поведаю, друзья. В общем, прокачали данную способность. Ходкей у нас С. Дальность применения этой способности у нас 700 единиц. И она имеет у нас радиус 375 единиц. Давайте посмотрим радиус. Вот такой вот большой радиус. И дальность применения 700. Я повторяюсь. Друзья, эта способность очень специфична. Тут есть множество фишек, о которых я вам сейчас постараюсь как бы пояснить поподробнее. Поподробнее. И, конечно же, вкратце. Смотрите. Первое, что нам нужно знать, это способность. Она замедляет Moment Speed. Она увеличивает время поворота. И увеличивает урон, который наносит БТР. Независимо от того, с руки, с магией или с какого-то предмета. Но определенные предметы только будут тут работать. Это нужно тем узнать. Давайте накидывать на оппонентов и посмотрим, что происходить будет. Накидываем. Вот так вот. Опа, накинули. Смотрите. Один циферка. Два циферка. Три. И вот так вот можно накидывать. К слову, накидывать можно до 10 раз. Эта способность стакается до 10 раз. Длительность одного такого эффекта, то есть вот этого вот дебафа 8 секунд. То есть, если вы вот так вот накидываете, проходит какое-то время, допустим, 7 секунд, образно говоря, и вы накидываете снова первый спелл, то он обновляется и длительность, так сказать, этого спелла продолжается. Но если вы не укладываетесь в 8 секунд, то вы не продолжите стакать. Чем больше настакаете, тем больше будет дополнительного урона и тем больше будет замедление на оппоненте. Но и, конечно же, независимо от стака у нас будет увеличено время поворота на оппоненте. У нас время поворота будет увеличено на 70%, независимо от стака. Тут эта тема фиксирована. Давайте посмотрим, как это работает. Кто вообще знает, что такое время поворота? Посмотрите на Абадона. Смотрите, как он бегает. Он бегает успешно, хорошо. Он такой персонаж, который, так сказать, заполучил власть, которая не снилась отцу и тому подобное. Давайте накинем на него стики на фалму, посмотрим, что произойдет. Смотрите, как он долго разворачивается. Именно это и есть время поворота. У нас БТР, БТР на 70% режет время поворота у оппонентов. У любых оппонентов, у крипов там, у героев, неважно. И независимо от того, сколько раз вы накинули. Если у нас скорость передвижения и урон, опять-таки урон, смотрите, вот такой вот у нас эффектик и урон, который вы будете наносить, у нас имеет эффект, он зависит от уровня вот этого стака, то время поворота у нас не зависит, оно всегда фиксировано. Это вот такая вот фишечка. Друзья, касаемо вот этого урона, который у нас тут есть, он тут у нас на уровнях прокачки указан, и его сейчас мы будем разбирать. Но хотелось бы сначала задеть такую тему, как именно увеличение этого урона с предметов и способностей. Что это значит? Это значит, что чем вы больше накидаете, то есть вот, допустим, два раза вы кинули, и, допустим, вы можете нанести урона больше с Дагона или с Этериал. То есть, допустим, вот так вот Дагон будет чуть-чуть больше продамажит и Этериал. При этом, вы видите такой эффект взрывчик? Это значит, что способность улучшается. То есть, допустим, если мы будем без стиков Напалма это юзать, то эффекта даже этого нету. То есть, смотрите, видите, на Абадоне не было этого эффекта взрыва, и, соответственно, нету никакого бонуса урона. То есть, бонус урона у нас будет счисляться в зависимости от вот этого уровня накидывания, конечно же, вот этого стака стика Напалма, и, конечно же, уровня прокачки. Ну, и, конечно же, переходим же к уровню прокачки. Поехали. Смотрите, на первом уровне у нас 10 дэмэджа будет наносить вот этот 1 стак стика Напалма, и, конечно же, будет замедление на оппоненте 3%. На втором левеле 15 дэмэджа и 5% слоу, на третьем 20 дэмэджа и 7% слоу, на четвертом 25 дэмэджа и 9% слоу. То есть, что мы имеем? При этом еще КД 3 секунды и монокост 20 маны. Очень быстрый КД у нас, и можно постоянно настакивать. Настакиваем до 10 раз, и, конечно же, укладываемся в длительность 8 секунд, и у нас все вот так становится. Ну, что ж, смотрите, что мы имеем? Опять-таки говорю, что мы имеем? 25 дэмэджа на ласт уровне и 9% слоу перстак. То есть, получается, 1 стак у нас стиков Напалма у нас будет уже увеличивать урон с нашего БТРа. Не с наших союзников. С наших союзников это не считывается. Это касается только БТРа. Только-только БТРа, друзья. Его урона с руки, с магией и с некоторых предметов. Которые предметы не используются в стиках Напалмах. Я сейчас это тоже проговорю. Смотрите. 25 урона за 1 стак. Получается и 9% замедления. Второй левел стиков Напалм. То есть, раз, это первый левел. Второй левел, это второй стак. Второй левел нам уже даст 50 бонус дэмэджа. И 18% слоу. То есть, получается, что урон можно увеличить, я честно не знаю, но вот до скольки очень много. То есть, получается, если 25-25-2, это 50. 4 это 100. Правильно? 4 это 100. 8 это 200. И 10 это 250. До 250 урона можно раскочегарить. За 10 стаков. И, конечно, до 90% замедления. То есть, персонаж просто будет стоять на месте. Можно раскочегарить этот спел. Это очень много, поверьте. То есть, при покупке Акторина, там КД будет у вас буквально 2 секунды. Вы будете тык-тык-тык-тык-тык-тык. Раз, накидали. И у оппонента 10 стаков. Он очень сильно замедленный и очень сильно хапает. Это слишком много, друзья. То есть, эту тему нужно понимать. Вот такая вот у нас приколюха, друзья. Ну и так. Какие предметы у нас не будут работать? Предметы не будут работать под стиками Напалма. Не будет работать Юл. То есть, вы знаете, Юл по приземлению наносит урон. Не получится у вас нанести бонусный урон. Не получится нанести Сорбов Пиномы. Не получится нанести Срадиенса. И не получится нанести Сурны. Урну давно уже пофиксили. Это первые моменты. Вторые моменты, с чего получится нанести. Дагон, конечно же, Этериал. Это вы уже сами прекрасно видели. Следующие фишки, которые у нас тут есть. По поводу диспела этой способности. Что диспелится, а что нет. Если честно, я эту тему уже тестил. И что я понял. Посмотрите на вот эту Дузу Горгонович. Давайте накинем на нее один вот этот Напалм. И посмотрим, что произойдет. Посмотрите на ее время поворота. Два Напалма кидаем. Время поворота у нас не увеличится. Вы уже это поняли. Вот такое вот. Два стики Напалма у нас накинуты. Она диспелит с себя. Это замедление, но время поворота не диспелится. И в течение 8 секунд, если вы не продолжите накидывать, она бегает вот так вот. И, конечно же, у нее время поворота очень сильно увеличено. Это, конечно же, очень хорошая фишка для того, чтобы оппонентов даже под диспелом очень сильно напрягала первая способность БТРа. При этом еще есть какая фишка. Если вы накидываете вот так вот, и она бэкэбэшится, также время поворота у нас увеличено на Гаргоне, как видите, даже под БКБ. Это тоже такая тема. Но в БКБ, конечно же, эта способность работать не будет. Если у нас вот так вот БТРчик возьмет и будет пытаться накидывать в БКБ первый спелл, то, конечно же, у него ничего не получится. Вот смотрите, она юзает БКБ, и она очень быстро поворачивается. И, конечно же, первый спелл БТРа не стакается и не накидывается. Соответственно, бонусный урон не работает. Есть такая приколюха, что есть у нас эффект. То есть, допустим, мы вот так вот делаем, вот так вот юзаем, и есть эффект, как будто бонусный урон у нас есть. Но я проверял, и бонусный урон не работает, даже когда персонаж в БКБ. То есть, если вы до БКБ накидали стики на палм, неважно, сколько там уровней, он не работает. То есть, я вот эту тему проверял. То есть, давайте, допустим, еще раз проверим. Окей, давайте до 10 раскочегарим, чтобы нам было более понятно. Быстренько сейчас накидаем. 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Смотрите, допустим, вот у нас вот такая тычка будет вот так вот. Окей, перебафываем еще. И нажимаем БКБ и бьем с руки. Урон не увеличится, как вы видите, да? То есть, если мы с 10 стаками наносили там огромное количество урона, то сейчас под БКБ не наносим. То есть, магический урон, тот, который у нас идет бонусный со стиков на палм, он уже не учитывается. Вот такая вот, друзья, у нас тема. Ну и что ж, вроде мы все тут разобрали на данном персонаже. Основные моменты, друзья, для того, чтобы понимать, как работает эта способность, я вам дал. То есть, у нас до 10 раз стакается эта способность, длительность одного стака 8. То есть, если вы не перебафаете, извиняюсь, если вы не перебафаете, то в течение 8 секунд эта у нас тема падает. И, конечно же, заново надо накидывать. И замедление скорости передвижения у нас тут очень хорошее. И, конечно же, время поворота. Ну и увеличенный урон по оппонентам. Опять-таки, ребята, напоминаю, что этот урон, который накидывает БТР, он не будет стакаться с другими способностями и с другими уронами героев. То есть, допустим, с Игнайтом Огротом, с первым спеллом ДК. Это не стакается. Это работает только для БТРа. Запомните эту тему. Ну и, конечно же, крипы героя, крипы герои БТРа также не будут эту тему получать. Так, ребят, еще не упомянул такую тему, что вы видели, наверное, в той табличке, которая предоставлял, что еще есть урон по крипам. Как эта тема у нас работает. То есть, допустим, у вас last level, 4 на стиках напалм, и вы хотите зафармить быстро крипов. Но на крипов вот этот демэдж, который указан, допустим, 25, он работает в половину. То есть, если у нас 25 на четвертом уровне, то на крипов будет 12 с половиной. То есть, вот такая вот у нас тема. То есть, на крипов эта способность работает по демэджу в половину меньше. Вот такая тема, друзья. Первая способность у нас такая специфичная. Я максимально хорошо, я думаю, объяснил, как она у нас работает. Погнали на вторую. Итак, друзья. Следующая способность на нашем персонаже, это, конечно же, Flame Brick. Это прикольная способность, которая переработана на 83-й карте. Если эта способность просто откидывала и сразу же, мгновенно вливала урон, то на этой карте она также откидывает, но она ДПСит. А чем больше ДПСа, тем нам лучше. Потому что она у нас, эта способность будет стакаться с первым спеллом. Конечно же, вот такая тема. Давайте прокачаем. Ход Кей у нас R. Прокачали дальность применения этой способности 1500. Радиус эффекта 375. И, конечно же, дальность относа у нас 400 единиц. Это очень-очень много, друзья. И можно очень жестко душить. Смотрите, закидываем вот туда Flame. Нету эффекта, к сожалению. Но, вернее, не нету эффекта, нету вижена. Такой маленький вижен идет, когда скляночка. Вообще почти не видно этого вижена. Вот это самый-самый неприятный момент. А, кстати, стики Напаллн дает у нас вижен на 2 секунды в радиусе 400 единиц. Это я не упомянул. Но это здесь я упомянул, вы будете знать. Вот такая вот у нас закидывается скляночка. Давайте вот здесь поподробнее рассмотрим. Такая скляночка летит. Взрывается, что-то происходит. И все. Больше ничего не происходит. Посмотрим, как это будет работать на оппонентов. То есть вы можете откидывать этой способностью на 400 расстояние. Как можно откидывать, я вам сейчас объясню. Если вы укажете сюда, то примерно оппонентов откинет сюда. Если укажете вот сюда, откинет оппонента сюда. То есть этой способностью можно немножко от БТР играть или от БТР. Если вы хотите откинуть, то вот сюда кастаните. Опа, откинул немножко. Если вы хотите, наоборот, к себе поближе подвинуть, то закиньте вот сюда. И, конечно же, подвинет поближе к вам. Это вот и есть фишка вот этой вот способности. Но и самое прикольное, что у нас тут есть и переработанное, это то, что эта способность теперь ДПСит. А если она ДПСит, соответственно, со стиков на палм можно нанести урона намного больше. Давайте посмотрим, как это будет у нас работать. Смотрите, на первом уровне, табличка выехала, смотрим. На первом уровне данная способность нанесет у нас всего 75 урона в течение 3 секунд. То есть на каждую секунду у нас поделен урон. То есть там сколько? 75 на 3, я не знаю. Там вот это, ну честно, я не математик, там еще и с единичками будет. Не суть, короче. Вот в течение 3 секунд будет у нас ДПСит эта способность. Давайте я вам покажу наглядно. То есть если мы вот так накинем на оппонента, мы особо не увидим дэмэдж, как работает. То есть раз, два, три. Накинулось. Мы лучше увидим, когда мы накинем стики на палм дополнительно. Смотрите. Тык, тык, тык. Такие взрывчики. То есть 75 урона в течение 3 секунд мы нанесли. И, конечно же, в зависимости от уровня прокачки у нас тут вся тема увеличится. Увеличится и длительность, и, конечно же, количество урона, которое мы нанесем ДПС. На втором уровне 120 урона в течение 4 секунд. На третьем 175 урона в течение 5 секунд. И на четвертом 240 урона в течение 6 секунд. То есть 6 ДПСов, то есть так 6 стиков, 6 срабатываний будут. И это очень-очень жестко. Эту тему у нас, кстати, вот этот диспел, который, вернее, не диспел, а вот этот дебаф, который располагается. Но он даже не располагается. Его можно снять, то есть это вроде статус, но его тут в статусе нету. Его можно снять диффузой и вообще любым развеянием. То есть ДПСиться вы не будете. Это тоже такая одна из фишек. Естественно, на БКБшных эта тема работать не будет вообще никак. Это у нас магический урон, худые пайпы, все смягчает. Итак, и у нас тут еще КДшечка. 14 секунд и Монокос 140. То есть 6 секунд идет и 14 секунд КДшца. Почти, ну, почти половина, да, почти половина. То есть еще 2 секунды дополнительно, там 6-7 секунд получается у нас сколько? КД, получается, смотрите, 6 плюс 6, это 12, 7, 8 секунд КД получается и 6 секунд длительности. Это очень, в принципе, прикольно. По докторинам вообще будет очень все вот это быстро. Ну и что ж, самые приколюхи с этой способностью я уже, в принципе, вам рассказал. Она позволяет вам очень сильно раздамажить оппонентов и откинуть. Можно очень жестко дамажить этой способностью под стиками напал. Мне очень нравится, что эта способность, она переработана и работает не так, как 83-я. Если 83-я мгновенно наносится урон, то тут идет ДПС под расчет. То, что вы накидаете стики напал, мы, конечно же, еще продамажите со вторым. Ну, реально круто, ребят. Не знаю, напишите свое мнение, нравится ли вам переработана эта способность или нет. Ну и что ж, переходим к третьей способности. Третья способность, мне кажется, одна из самых лучших способностей в доте. И сейчас мы ее будем разбирать. Погнали! Итак, следующая способность на нашем персонаже это Firefly. Данная способность очень специфична. Она позволяет у нас проигнорировать лоу-граунды, хай-граунды, конечно же, летать где угодно, рубить деревья и поджигать оппонента. При этом у нас тут идет ДПС, который будет стакаться с стиками напалм. Это очень-очень круто. Давайте разбирать. Хот-кей у нас E. И когда мы нажмем ход кей-е, у нас БТР поднимется в воздух. Вот так вот. И у него увеличится вижн. Это первый момент. Второй момент. Он рубит деревья в радиусе 100 единиц. Третий момент. Мы можем лететь куда хотим. Мы можем с лоу-граунда в лоу-граунды и тому подобное и так далее. И вот так вот мы пролетаем. И все. Можем куда-нибудь вернуться обратно. И все. При этом за нами вы видите такая огненная дорожка. Эта огненная дорожка будет наносить урон всем оппонентам, кто будет по ней ходить. Конечно же, при том, что если у нас еще там есть на оппонентах стики напалм, то эта дорожка будет дамажить еще сильнее. По уровням прокачки у нас тут увеличится урон, но об этом чуть позже. Длительность такого полета у нас составляет 18 секунд. При этом КД у нас 40 секунд. И монокост соточка. Ладно, раз подошли уже к уровням прокачки, то погнали. Смотрите. На первом уровне всего 10 урона в секунду будет наносить эта способность. На втором 30, на третьем 50 и на четвертом 70 урона в секунду вы будете наносить. Если вы еще и под стиками напалма будете это делать, то там вообще там ДПС просто нереальный будет. Это у нас магический урон. Худые пайпы смягчат. В БКБ эта способность не работает. Задиспелить эту способность БТРа невозможно, друзья. То есть БТР у нас если уже взлетел, то вы не сможете с него снять этот Firefly. Есть у нас еще тут некоторые приколюхи, которые должны работать в 83, но в 85 они не работают. Смотрите, мы создаем иллюзии. Иллюзии у нас не летают, но они дают вижен такой, как у нас имеет БТР во время полета. То есть обратите внимание. Иллюзии у нас дают вижен, как будто она летит, но она не летит. Она не дамажит третьим спелом и не летит. В 83 карте это работает так, что у вас иллюзия, она получается, она может летать где угодно. Допустим, в сравнении, если мы создадим сейчас обычную иллюзию без Firefly, она такого вижена давать не будет. То есть эту фишку я тут вот такую вот заметил. Но, если честно, с руной мне до сих пор не везет. Допустим, посмотрим. 2.8.3. Пропишем. Посмотрим, может там повезет нам, и там есть иллюзии. Если честно, я долго уже тут хожу, смотрю иллюзии. Если тут нет иллюзии, то в принципе я тогда, наверное, не буду тестить. Нет, не повезло нам. Иллюзии нет, иллюзии не могу найти. Но я думаю, они будут также с руной иллюзий работать. Но я думаю, если что, я потом допишу. Вот здесь вот окошечко будет. Что да как. Так что вот такая, друзья, у нас тема. Главное, это, конечно же, на этой способности правильно ей пользоваться. И, конечно же, игнорировать, цеплять и убивать. Очень-очень простенько. Также эта способность у нас еще игнорит илл почему-то. Я не знаю почему, но если оппоненты кидают илл во время того, как БТР находится в Firefly, он не работает. Эту тему я тоже не понимаю. По-моему, еще Frostbite СМ не работал на БТР, когда он в полете. Но это мы сейчас проверим. Вот у нас появилась СМ, друзья. Давайте попробуем заморозить. Нет, работает. Я помню, какие-то спеллы не работают еще во время того, как БТР находится в Firefly. Но вот Юл точно не работает. Эта тема, конечно же, мне непонятна. Типа БТР, наверное, считается, что он летит. Типа, куда еще выше, типа, взлететь? Не получится. Также у нас еще БТР может проигнорить мины минера. Если это первые мины, вот эти, первый спелл минера, он может просто пролететь над ними и его, конечно же, не продамажит. По крайней мере, так написано. Но я думаю, все это и должно работать, потому что, ну, как бы, ну, если Юл не работает, то эта тема тоже должна работать. Ну и что ж, максимальное количество урона, которое вы можете нанести с этой способности, если вы будете постоянно держать под этими дорожками, это на ласт левеле 1295 единиц. Без стиков напалма, это очень много. Это реально очень много, друзья. Ну и что ж, в принципе, по этой способности все. Я, наверное, думаю, стоит перейти у нас, конечно же, на ультимейт и посмотреть, что у нас будет. Кстати, ночью вот вижен немного поменьше дается, но, по-моему, я об этом уже говорил. Не знаю. Ну, в общем, смотрите, днем дает какой вижен и какой дает у нас вижен ночью. Вижен ночью, конечно же, немного поменьше, но, тем не менее, все равно хорошо. Погнали уже смотреть ультимейт. Уже не терпится, там столько фишек прикольных. Ну ж, самое время, конечно же, разобрать у нас флейминг. Лассо, друзья, это специфичная способность, которая реально офигенная. Если раньше БТР бил с руки во время того, как он закидывал кого-то в лассо, то сейчас это недоступно. БТР просто может передвигать куда-то оппонентов. Ну и все, это максимум, что можно сделать. К сожалению, тут есть некоторые механики, которые неприятны, но я сейчас о них вам расскажу. Давайте прокачаем данную способность. Прокачали хоткену с F. Дальность применения этой способности 100 единиц. То есть она кастуется в упор, друзья. То есть надо вот так вот подойти в упор. И только тогда вы кого-то зацепите. И вы сможете вот так вот какого-то оппонента куда-то перетащить. При этом юзание даггеров запрещается, друзья. То есть если вы вот так вот даггернетесь, то вы не потащите за собой с помощью этого лассо какого-нибудь персонажа. У вас это просто не получится. Если вы возьмете форстаф, то вы сможете с форстафом подтащить кого-то. Давайте посмотрим, ИТМ. Форсе. То вы сможете кого-то подтащить еще чуть-чуть подальше. Допустим, вы вот так вот делаете. Опа, и с форстафом немного вы подальше протянете, друзья. Вот так это можно сделать. Но даггером прерывается. Запомните эту тему. Чем еще можно подтянуть? Я вам сейчас покажу. Заспаунил, друзья, я пуджаю. Сейчас мы будем извращаться. Если вот такая вот у нас тема имеется, то можно, конечно же, еще сильнее вытянуть. Это вот такая вот фишечка. Другие какие-то телепорты, чена и прочая тема не сможет вам помочь в том, чтобы подтащить немного поближе с помощью флейминг-лассо. Вот такая вот у нас тема. Друзья, во время флейминг-лассо, как я уже сказал, атаковать нельзя. То есть, если раньше можно было атаковать, то сейчас БТР не может бить, но может юзать все способности. То есть, юзать все кнопочки. Вот. И как бы пользоваться этим преимуществом того, что оппонент у нас обезоруженный, ничего не может сделать. Просто вы его поймали в сетку и можете просто передвигать. Ну и, конечно же, душить с магией. Ну или союзники могут бить. Там разницы нету, в принципе. Есть еще такая приколюха, что можно как-то обузить немного вот с помощью вот этих хайграундов, лоуграундов. То есть, я помню, можно было закидывать кого-то куда-нибудь. То есть, запихивать другие какие-то непроходимые места. Но 85-я карта, она специфична. И, к сожалению, не имеет таких вот некоторых моментов, где вы не можете перетащить кого-то куда-то. И вот такая вот приколюха. То есть, допустим, смотрите. Оп, форстав. И опа, затянули. То есть, вот тут можно, допустим, немного протянуть и закинуть на какой-то хайграунд. Но вы все знаете, что хайграунды у нас здесь на 85-й карте, они очень тяжелые. И не везде можно куда-то даже запрыгнуть. Поэтому эту тему нужно изучать и смотреть. Как помните, в гайде на Рубика, где я показывал, как Рубиком и куда можно закидывать. То есть, вот такая вот у нас приколюха. Ну и что ж, сейчас будем разговаривать по уровням прокачек. Давайте посмотрим вот сюда вот эту потму подводим. И, конечно же, посмотрим, что у нас тут будет на данном персонаже. Друзья, погнали. Открываем табличечку. Вот она у нас выезжает. Смотрите. Дальность применения, как я уже сказал, это 100 единиц. Радиус поиска вторичной цели. Это открывается только с аганимом. О аганиме мы поговорим чуть позже. И, конечно же, друзья, чуть позже. Мы разберем аганим. Поэтому пока с аганимом вот эти вот строчечки не смотрите. Дальность разрыва 400 единиц. То есть, если у вас персонаж отдалится в этой сетке на большое расстояние, то, конечно же, у вас не получится, не получится его потянуть. Давайте посмотрим вот эту тему. То есть, смотрите. Допустим, я вот так вот беру и пуш вот так вот хукает. То есть, смотрите. Даже багнулась вот эта тема. Багнулась тема. Осталась у нас цель здесь. Но в чем прикол? К чему это написано? Это написано только к тому, что если вы отблинковываетесь, то есть вот так вот на расстоянии, то, естественно, сетка у вас рвется. Другие темы тут не работают. Вот такая вот у нас приколюха. Смотрите. Длительность у нас тут увеличится с уровнями прокачки. То есть, 3 секунды, 3,5 и 4 секунды вы сможете держать в лассо оппонента. Любого оппонента. И при этом у нас кд 90, 75 и 60. Монокос 225 единиц маны. То есть, 225 маны, и вы поймали какого-то браконьера. И, конечно же, куда-нибудь его оттащили. Так, стоп. Если мы поймали браконьера, так мы же сами браконьеры, если мы ловим сетку. Правильно? Логично. Понимаем. И что ж, что у нас самое тут прикольное? Конечно же, это работа и механика этого спела, друзья. Давайте посмотрим, как у нас эта способность будет взаимодействовать. В линку юзаем. Линка блочит, полностью блочит эту способность. Далее, что мы можем попробовать, друзья? Это, конечно же, накинуть наш ультимейт в лотус. Посмотрим, что произойдет. Мы останавливаемся на месте. Мы также в сетке. То есть, лотус позволяет также задизейблить БТРа на то время, которое у нас по уровню прокачки. Просто оставить нас на месте и никуда не передвинуть. Следующий момент, какой у нас тут есть. Это диспеллы. Опа, щитом. Сейчас. Щитом мы можем задиспелить. То есть, мы в линку кастанули сейчас. Опа, щитом снимаем. Снимаем просто ультимейт БТРа. Давайте еще раз покажу. Давайте на медузу заюзаем. Опа. И снимаем. Просто спокойно снимается наш ультимейт. Очень легко. Но есть приколюха, что диффузом он не снимается. Этот ульт, допустим, если мы сейчас юзанем вот так вот на нашего Абадона, то диффузом не снимается. При этом, даже если вы заюзаете диффуз на БТРа, БТР просто замедлится здесь на месте и не сможет никуда оттащить. То есть, второй спелл Абадона спокойно снимает этот ультимейт. Пресс-атак также хорошо снимет этот ультимейт БТРа. Ну и вот такая тема. Самое приятное, что у нас тут есть, это, конечно же, работа в БКБ. То есть, мы можем БКБшного юнита цеплять и тащить куда угодно, и чтобы его убивали. То есть, БТР контрит всяких там Энигм в Блэкхоллах. Но, конечно же, тут проблема в том, что нужно к Энигме еще правильно прыгнуть. Потому что она становится перед собой кастует. Надо ей за спину прыгать, потому что дальность применения всего 100 единиц. И, к сожалению, вы можете также прыгнуть в Блэкхолл. Но лучше всего сбить Блэкхолл, конечно же, вторым, если там нету БКБ. Потому что полторы тысячи у нас расстояние применения дальной способности. Дальность способности и этой способности. Но вы поняли, друзья. Ну и что ж, самое время у нас, конечно же, перейти, друзья, к Аганиму. И тут сейчас будем разбирать некоторые моментики. Приобрели, друзья, мы Аганимы. Конечно же, у нас эффекта никакого нет. Ну, печалька, печалька, печалька. И что у нас улучшается с Аганимом, друзья? Во-первых, что у нас улучшается с Аганимом? Это, конечно же, ДПС у нас появляется на ультимейте. А если у нас есть ДПС, соответственно, вы сможете со стиков напалм наносить намного больше. У нас в секунду будет наноситься 100 урона. То есть, если вы берете кого-то в лассо, то его, конечно же, начинает уже бить по секунду. Смотрите, не по секунду, а даже по полсекунды. То есть, получается, каждые полсекунды будет бить ДПС. И, конечно же, посмотрите, как нанесло. Это первый уровень ультимейта, и нанесло ему сколько? 700, 600, 500, 200 урона нанесло. То есть, сколько у нас? 3 секунды работает, ну, примерно 250 урона у нас нанесло. То есть, каждый вот этот тик, он же еще и резистится. Это тоже нужно понимать. И, соответственно, если вы будете накидывать стики напалм, то под этим ДПС будет очень много урона. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть. В течение трех секунд шесть раз ударило. Это очень-очень жестко. То есть, под первым спелом там просто нереальное количество урона будет. Ну, и, конечно же, вторая фишка, которая у нас тут есть, помимо урона, это, конечно же, радиус 400 единиц захват цели. Посмотрим, сработает ли в линку. Да, проигнорила линку. И поехал паровозик. Это прикольно, друзья. Но если вы сделаете вот так вот, то, к сожалению, ничего не произойдет. А так, прикольная тема. Вот так вот взяли, потащили, утащили. И, конечно же, нанесли очень много демеджа ДПС. Вот такая вот у нас тема с Аганимом, друзья. Если честно, Аганим раньше не рассматривал как серьезный артефакт. Но после того, как потестил, как эта вся тема работает, конечно же, я, в принципе, очень даже доволен работой этого ультимейта. Потому что раньше, если ультимейт не имел такой специфики, конечно же, и сейчас, блин, возможности прям, ну, у ПТР прям неплохие, я вам скажу. И, конечно же, каточки через Аганим у нас будет. Смотрите, как работает лотос. Но лотос отражает направленное, тут как бы нет направленного. То есть имейте в виду, если вы хотите кого-то зафокусить с линкой, то можно подцепить какого-то крипа. И, возможно, в радиусе 400 единиц вам повезет и зацепит того персонажа, который с линкой. Ну, вот такая вот у нас тема. Друзья, помню такие приколюхи, что во время сетки нельзя, допустим, кусать пуджом. Вот смотрите, даже тут у нас не зря пудж стоит. Смотрите, я не могу просто направить во время сетки. Но потом могу направить. И также наоборот. А, не, наоборот это работает. У этого, у шамана это не работает, по-моему. Потому что, когда вы кусаете на пудже, шаман не может накинуть сетку. Бывало у вас такое? Так, друзья, заспаунили мы шамана, конечно же. И давайте посмотрим, что у нас там юзается. Пудж не может кусать во время сетки. Не может кусать так же, как и во время сетки БТР. А сможет ли шаман накинуть во время этой всей темы? Нет, не может. То есть, у нас шаман не может накидывать сетку. А БТР, получается, может во время дисмембера. То есть, тут такой небольшой выигрыш получается у Беттера. Потому что, ну, типа, мы можем вот так вот накинуть. Опа, можем во время дисмембера накинуть. Но на шамане не кидается. То есть, вот эту фишку я примерно помню. Ну и что ж, друзья, надеюсь, вам более чем понятен этот персонаж. Блин, ну, сегодня, если честно, каточки у нас будут жесткие на Беттере, друзья. Конечно же, БТР у нас это тройка. Тройка или мидер. На миду часто вы можете встретить БТРа. Но, конечно же, в хард-линии вот здесь вот или вот здесь вот вы можете увидеть его намного чаще. Потому что этот персонаж имеет такой завуалированный эскейп. То есть, вы можете просто улететь. Так что сегодня у нас будет троечка, двоечка. И, конечно же, постараемся собрать немного в какого-нибудь хера киллера. Ну и, возможно, в керри-катку сыграем. Но не факт. Возможно, керри-катка выйдет дополнением, а не в этом гайде. Поэтому, друзья, смотрите. Конечно же, смотрите. В общем, это все, друзья. Пожелаю всем приятного просмотра. Спасибо, что смотрите мои видосы. Спасибо, что лайкаете. Не забудьте поставить лайк. Обязательно. Ну и, конечно же, те, кто ждут какого-то своего героя, друзья. Обязательно зайдите на вкладку видео и посмотрите. Возможно, гайд на вашего героя уже был. Все, друзья. Поехали смотреть практику. Let's go. Так, друзья, загрузилась у нас каточка. Сейчас мы будем разбираться, конечно же, с нашим персонажем. Батрайдер это у нас герой, который в общем и целом наносит огромное количество урона с магией. Соответственно, те персонажи, которые будут у нас держать очень сильно магические резисты, такие как Хускары, к сожалению, мы их пробивать не будем. Да. Да, действительно, пробивать мы их никак не будем. Но у нас есть небольшой контроль, который мы сможем использовать против таких героев. Также нас будет очень сильно напрягать персонаж, допустим, такой как БТР. Рубян Ассасин. Мы маги. И из-за этого у нас будет очень мало маны всегда и мало ХП, потому что он будет постоянно душить Маноберном. Ну и самый жесткий контрпик на нашего персонажа. Как вы думаете, какой? Как вы думаете, какой самый жесткий контрпик на нашего персонажа? Конечно же, апнутые стики. Да, действительно, апнутые стики. Так что, друзья, вот такая тема, вот такая тема. Так, ну тут я вижу, у нас линка нужна будет. Вот уже вот вижу бара. Линку надо будет сделать. И что ж, я чувствую, мы пойдем в Хейл. Я иду в Хардлинию. Пойдем в Хардлинию. Вот так вот. Покажем, ребята. Мы сейчас, я вам покажу, как можно стоять в Харде на данном персонаже. Первая катка у нас получается такая, что как надо, мы так сейчас и сыграем. Надеюсь, команда не подкачает и будем душить, друзья. Душить. Там вижу Сларка, вижу Бару, вижу Ксина. Ксин будет проблемой. У него Флэм Гуард. И это значит, что я не смогу носить ему очень много дэмэджа с магией. Это очень-очень плохо. На рандоме Медуза. Медузу тоже очень тяжело будет убивать. Если у нас команда не будет ничего делать, то нужно будет собираться именно в такую тему, чтобы убивать Соло. Я обычно так и стараюсь сделать, чтобы убивать Соло. Берешь какие-то догоны там, берешь какие-то хиксы, радиенсы и уничтожаешь эту игру. Так что как-то так будем сейчас пробовать. Посмотрим, что у нас с командой будет. И будем душить. Исходя из того, какая у нас будет команда, мы будем душить. Плохо, что там Баратрум, потому что нам не дадут воспользоваться нашим персонажем. В общем, смотрите, что мы сейчас покупаем. Я возьму колечко для того, чтобы сделать в первую очередь, конечно же, базилку, чтобы крипы были немного устойчивые к урону под тавром. Потому что наш герой, он любит загуливать под тавра. Очень сильно любит. Поэтому вот так вот берем, вот так вот берем и вот так вот идем. Все. Вот так вот. Вот так вот. Let's go. Вот так вот закупились и погнали. Первым, что мы берем. Конечно же, если мы будем драться на руне, то лучше, конечно же, настакивать. Но стаки, очень-очень много стаков нам нужно будет дать, чтобы хотя бы что-то сделать. И, соответственно, иногда это не столь профитно. Ну и, конечно же, если там будут стики, это будет очень жестко. Потому что вы будете просто так наполнять. Будем чем и максить. Максить будем первый, конечно же. Чем больше масла, тем лучше, конечно же. И Firefly возьмем в двоечку. И будем подкачивать второй. Потому что второй спелл в совокупности с третьим, в совокупности с первым. Очень много будет наносить урон. Ну и сейчас мы это, в принципе, посмотрим. Так что, let's go. Let's go. Так что, let's go. Сейчас посмотрим, что будем качать. Возьмем третий, если что. Вообще, то вот как вот я вам расскажу. Есть такая тема. В 85-й карте все собираются на рунах. В 83-й это делают реже. Потому что обычно хард-линия, она стопроцентно забирается. Три персонажа приходят, оппонентов, и хард-лайнер в это время просто стоит где-то АФК и что-то делает. Когда вы играете на БТРе в нормальной игре, я вам рекомендую сразу поднимать Firefly. Вот так вот все вот это валить. И чтобы видеть подходы оппонентов. И все. И не бери. Я так помансую, типа. Типа, что я злой. И все. Благодаря тому, что вы вот эти деревья срубите, вы будете видеть ганги оппонентов. И сейчас мы так сделаем. Ну, примерно, чтобы вы понимали, о чем я. Мы сейчас так сделаем. То есть, допустим, вот так поднимаемся. И пошел. Пошел. Рубим эти деревья. Рубим деревья. Вот так вот делаем. Чтобы видеть оппонента. Все. И вот это дерево еще захватим. Буквка М у нас такая получилась. Ну, это на 85-й карте. На 83-й это чуть попроще. Все. И вот так вот мы теперь будем видеть в этом поле всех оппонентов, которые у нас будут, так сказать, нас напрягать. Ох, нифига. У нас тут ЕС фермерский, походу, будет. Это очень плохо, потому что... Потому что плохо. Но не суть. Мы сможем, если что, вот эти места подстакивать. И подфармливать аккуратненько. Давайте мы это и будем делать. Что-то произошло с лесом. Война. Война. Хорошо. По идее, простакал. Оп, отлично. Забрали. Апайм левел. Добивать на БТР, конечно же, это целое искусство. Потому что БТР вообще, в принципе, очень тяжело добивает вообще что-либо. Ой-ой-ой. Ахевич там, да? Крутится. Можно на Аксе вообще нормально тут. На раздамаге. Китай вывезли. Неа. Хорошо. Гоу, стик возьмем сразу. Стик апнем, чтобы у нас была возможность юзать. Так, ну и вот можно на этого пацана накидывать. Его мы убьем. С Next Fissure. А, Fissure не будет, да? О, так мы его убиваем. Все, let's go. Сразу. Flame пошел. Бьем с руки. Еще один накидываем. Ударяем. Хорошо. И этого туда же. Очень агрессивно. БТР это очень агрессивно, ребят, в первую очередь. Нормально. Хил разменяли на фраг. Это хорошо. Хорошо. Хил на фраг это очень хорошо. Главное, чтобы сейчас Ксим нам не сбил. ЕС, конечно, у нас термерский. Ну, Ахевич там такой, походу, слабенький парень. Потому что он сразу подошел. Начал агриться, бычить. Ну, а мы этим воспользовались, естественно. Мы же играем на беттере. Соответственно. Соответственно, можно вот так вот поддушить. Сейчас возьмем сапожок. Ахевич пришел. Сейчас возьмем первый снова. Чтобы получше замедлять и больше дэмэджа наносить. Оп, давайте вот так делать. Оп. Крипы, как долго поворачиваться, да? Оп, гол. По душам. Можно, конечно, сейчас перестараться и умереть, но... Стараемся нормально все сделать. Хорошо. Бедный Ахевич. Вообще, можно сделать сейчас транквил. Давайте через транквил, так как мы в Хаэле транквилу сделаем уже сразу. Тем более, ХП у нас просели. Манку взять надо будет на базе. Сразу можно будет прислать. Рича делает. Оп. Невастики там. А, вот она еще. У меня есть. Затравочка небольшая. Бары там еще много ХП. Мана тоже есть. У нее 200 маны в бар. Но мы сейчас немного обманем их. Опа, побежал. Давайте так сделаем. Хорошо. Кинник идет. Ман сим. Оп. Вот так вот. Хорошо. Берем еще раз Флэйм Гуард. Флэйм Гуард. Лол. Но вы поняли. Файрфлай взял я еще разочек, ребят. Потому что Файрфлай в единичку вообще просто, ну, не рабочая тема. Файрфлай в двоечку уже более или менее нормальная тема. Это первый момент. Второй момент. Почему я не взял второй? Потому что оппоненты сами к нам идут. Обычно, когда оппоненты не идут к вам, то рекомендуется, конечно же, взять второй. Вон там Тинник гангает, но я не могу подходить. Не могу. ХП-шек нету, дружок. Все, нормально, забрали. Отлично. ХП-шек нету и хреново. Бросаем транквилл на землю. Иногда для фарма можно маслом поливать крипов. Тоже профитно. Тоже профитно. Оп, хорошо. Ну, в принципе, с ЕСом немного перефармливаем. Друг друга. Ну, походу, базилку брать не будем. Тако, поможем, пойдем. Ай, там еще бара. Печалька. Печалька. Кстати, мы не стакнули там, вы видели. Фармимся. Масло возьмем двоечку и пойдем дальше. В принципе, в хард-линии все очень простенько стоять. Просто, ну, стоите и все. Оу, смотри, что делается. Го, так делать. Остакиваем. О, пай, на меня тоже хотите, да? Давайте. Погнали. Погнали. Ну, Акс умер. Я его задушу. Хорош. Акс там глупенький. Немножко. Хорошо. Пойдет. Берем первый. Я Макшу первый просто. Желательно вообще первым артефактом брать БТРу даггер, ребят. То есть, ну, сапог, дальше в даггер выходите в форстаф. То есть, это стандартный БТР. Самый стандартный БТР, это БТР зацепер. Тупо, руфер. Руфер зацепер, не знаю. Как хотите, называйте, но это стандартный БТР. Когда вы играете на стандартном БТРе, то есть, вы должны просто цеплять для команды, разведывать для команды, и все. Это ваша основная задача. То есть, более ничего БТР, в принципе, не делает. Ух, нифига там дамаги навалило. Гоу за душу. Оп. Опа. Хорош. Нифига размены жесткие у нас тут. Иди не пришел, что-то душит. Когда вы стоите еще в Хаэле, обязательно старайтесь вот эти кэмпы подвыфармливать. Ой-ой-ой, смотри, что происходит. Ой, я живой. Я живой, надо убегать. Там, возможно, Бара бежит. Вгона база. В принципе, все ровно. Слишком, что-то, какая-то суетливая на миду тема вся у нас. 9 на 3 мы доминируем сейчас, но в Хаэле очень большой фит идет. Ооо, как хорошо, что я чуть-чуть зарегинился. Побежать, бежать, бежать, бежать. Firefly? Хорош. Хорош. Просто шестой уровень подарил нам. Шестой уровень подарил. Видели Бара такой? И такой, не может ничего сделать, не повернуться, ничего. Это преимущество нашего героя. Им нужно пользоваться. Вот такой ситуации. Правильно, раскатил и побежал. Хорошо. Так, мы можем сейчас под гангой. Сларк внизу у нас есть, да? Так, и тролль на низу. Ну, Бара, наверное, сейчас на тролле выбежит. Вот, он уже побежал. Давайте хилку-манку возьмем. Если что, нырнем в лес. Сейчас попробуем у нас зацепить пацана. Но по-любому к нему Бара бежит. По-любому. Смотрите, смотрите, сейчас еще будет. По-любому. Я вам вангую просто. Поехали. Бара бежит уже, да? Бара уже тут. Конечно. Сларка возьмем в лассо. Ой, я мискликнул, да? Ну, тогда тащим. Вот так вот делаем. Ну, почти трипл кью. Бара убил Тавер. Жесть. Ну, я тут нормально насолил. Пацанам. Ну, это же даггерок. Просто пацаны сами бегут ко мне. Это даггер, ребят. Что берем? Масло берем. Масло берем и начинаем раскачивать второй. Вот так вот. Просто прочитал оппонентов и убил. Неплохо. Берем даггер. Берем ТПшко. И что будем делать дальше? Будем делать дефолтный Форстаф, ребят. Будем таким стандартным БТРом. Гаргона жирная там. И, конечно, сейчас восстановим ману. Восстановим ману. Пока вот восстанавливаем. И полетим. Полетим. Нифига там драка началась, да? Как она сейчас... Ну, ребятки сами справляются. Хорошо. Чуть-чуть восстановим ману. И сейчас тут подстакнем. И подфармим. Подстакнем и подфармим. Пока восстанавливаемся. Го. Пошло. Раз. Вот так вот делаем. Два. Уходим сюда. Тут поливаем маслом. Плеймем это все. Возвращаемся сюда. Тут маслим еще. И фармим. Три кемпа зафармили за Firefly, в принципе. И добьем сейчас таких крипов, и будет нормально. То есть это стандартный выфарм. И сейчас на топ пойдем. Потому что там ребята что-то нуждаются в помощи, походу. Можно было еще добавить вот этот кемп. Но у меня третий не раскачанный, первый. То есть вот так вот троечкой, вот так вот треугольником проходитесь. И все. Погнали на топ, ребят. Опа, там бара. Гоу-тпшка делать. Ой, там Акс с какими хп. Опа. Смотрите, что могу. Попробуем вторым подтолкнуть на себя. Опа, хорошо. И не удалось. Это Ксин. Без Альфеева тяжело. Зафармим крипов. Пища 200 на кармане. Пока баров таверн. Давайте визард покупаем. Хорошо. Блин, как классно тут деревья срубишь. По кайфу. Значит, какие-то абузеры у нас в команде, на самом деле. Все, пойдемте на базу сходим. Чисто абузеры в команде. Гоу, на базу. Берем сейчас визард. Берем тпшечку. Ману. Две маны можно взять. И погнали. Кого-нибудь гонгонем. Есть лассо. Лассо 90 секунд кдш. Очень быстро кд. И можно просто цеплять. Потом просто покажу. Вот сейчас вот форс сделаю. И покажу, как цеплять будем. То есть мы, как хардлайнер, мы должны цеплять. Это просто по факту. Ой-ой-ой, Тинни там. Ну, умрет сейчас у нас каждый. Или нет. Сларк там фрифармит. Опа, на топе. Ахевич. Сларк или Ахевич. Ну, в принципе, я пойду дальше на топе стоять. Потому что я хардлайнер, я должен в топе стоять. По факту. Погнали стакать. Просто будем стакать, стакать, стакать на оппонентах. На Ахевича пойдем на стакаем. О, так это же фражочек. Вот так делаем, но отойдем. Вот так сделаем. Опа, я замерз. Но и с барой тоже мы разберемся. Душим. Дузу. Стакаем и душим. Опа. Опа. Ух, это GG. Я тут не выживу уже. Я мог ему дать лассо, но уже там... Слишком долго и слишком много. Ну, сфидил, ребят, сфидил. Слишком долго и слишком много я убивал долго дузу. Можно было сразу кинуть в лассо. Но я бы не смог бить бы. Тупо 2 на 5 дрались, да, кстати. 2 на 5. Но Сларка не было только. 2 на 4. 2x4. Но победили. Надо что-то со Сларком сделать. Сларк, конечно, страшная вещь. Сейчас пойдем Сларка гангать. На топе не удалось. Ой, Сларк прыгун. Запрыгнул. Красавчик. Погнали на низ помогать. Форстаф Ресипе берем и остается у нас буквально копеечка. Для Сларка, кстати, мы хороший контрпик. Цепляем Сларка, чтобы никуда не делся. Все, и это наш фрифраг. Ну, не наш, конечно же, но для команды этот фраг был сделан. Хорошо. Погнали, стакнем лес и зафармим. Давайте возьмем Файр Флай. Почему? Почему нет? Просто 50 дэмэджа фиксировано. И второй спелл также у нас есть немного в раскачанном состоянии. Баланс держим просто и все. Так, ребятки. Можно, можно, можно вас немного потревожить, товарищи. Давайте стакнемся. Стакнемся и погнали подушим вас немножко. Сейчас они вернутся обратно. Пока заряжаем маслом. Оп. Так вот делаем. Оп. Заряжаем маслом, пацанов. Этих тоже заряжаем. Хорошо. И погнали фармим. Отлично. Просто три кемпа подушить. Есть у нас форс. Дефолтные артефакты отработали. Все. Дальше будем собирать. Если мы зацепер, давайте соберем аганим, ребят. То есть по страте зацеперства почему нет? Давайте аганим бахнем. Сларк, на низу у меня почти есть лассо. Давайте выложим, чтобы транпил быстрее откатился. И подстакаем масло на них, чтобы быстро их убить. Странно, куда они пошли? Лол. Так, есть форстав? Вот это как погода, самый главный вопрос. Так, гоу Сларка. Гоу. Плюс один. Плюс. Сларка, кстати, Беттер может законтрить, потому что Беттер видит его. И видит хорошо. Давайте. Попробуем его забрать. Он очень жирный. Надо, чтобы он подошел. И надо, чтобы я его подстакивал немножко. Страшно. Опасно. На пятерку форс перекинем. Но на топе суета. Эх, на топ бы полететь. О, все. Сларк остался. Гоу стакать. Первый стак есть. Можно даже в наглую уже нападать. Оп, он у нас запрыгнул. Поймали. Оп. Специально дал второй, чтобы Тинни не подтосил. Потому что забрать этот фраг очень хотелось. Я много потратил. То есть я ультимейт потратил, но Сларка забрал. Причем изи даже я его забрал. Просто взял и забрал. И все. То есть я даже не напрягался. В принципе, Тинни помог, конечно. Но типа я даже не напрягался. Ну реально не напрягался. Погнали. Сюда. Там топ у нас падает, да? Но мы в лейтгейме можем просрать, я так чувствую. Потому что у нас что-то как-то... Хотел я руну забрать, не забрал. Хорошо. Гоу на топ. Опа, а кто это тут? Дуза? Дуза, не, ну уже так не пойдет. Погнали на топ. Без тпшки. Без тпшки идем, потому что мы очень быстрые. И потом транквилы меняются на тревелы. Ага, вот тут кто-то был. Аккуратненько. Лассо нету у нас еще. Лассо у нас еще не имеется. Пока что лассо у нас нету. Там ребятки подфиживают немножко, да? Сларк на низу фармит. Оп. Я могу поймать его, в принципе. Он сам поймался. Хорошо. Хорошо. Пушим. А то в лейтгейме будет тяжело. Вообще можно на Сларка сейчас выехать. Просто пойти попробовать его убить. Кстати, Линку надо будет еще делать. Ну, пушим, пушим. Потом идем вниз, если что. Если Сларк останется, надо будет его принять. После Дарк Пакта главное нажать на него ультимейт. Тогда все будет огонек у нас. Батрайдер вообще интересный герой. Я люблю мобильных персонажей. О, он остается там. Погнали. У него по сразу ульт нажал. Бьет меня, ты посмотри. Думаешь, ты меня убьешь? Меня не убьешь. Жесть, сколько дамаги, да? Оп. Оп. Хорош. Хорош. Попаду, по идее. Найс, ты его форсанул. Ну, поможет, может быть. Тос. Хорош. Найс, форсанул. Отлично. 2000 золота у нас еще есть, ребят. Берем. Конечно же, файрфлай докачиваем. Файрфлай докачиваем. Давайте юзаем. Стики юзанем и зафармим тут. Оп, хорош. Вот так вот делаем. И стакаем на них. Маслица. Выфарм хороший идет, да? Прям кайф. Хорошо. 2200 имеем. Все, погнали на базу. Погнали на базу. О, Линку делает там. Линку делает Гаргона. Это очень жесткий контрпик тоже. Я не смогу лассо цеплять. Но я смогу ее, если что, форсануть. Я смогу нажать на нее форс. И, конечно же, Линку я, по идее, собью. Насколько я помню, это так работает. Причем даже форсит и сразу же сбивает. Тларка как крипа убил, конечно. Давайте, может, Линку сделаем. Пойдем сейчас купим. Ультимейт Орб. На топе, блин, вот как бы убивать нам Сина? Только либо прокастом его убивать, либо зацепом. Только так, ребят. Но пока что все идет очень ровно. Даже, я бы сказал, слишком ровно. Ну, Бара там ультует, нифига. Психанул называется. Сейчас будем кого-нибудь цеплять, убивать. Опа, Ахевича убивать. Ну, Ахевича-то убивать. Ахевич слабенький там. Ахевич там слабенький. Сейчас кого-нибудь зацепим. Гоу. Я зацеплю ее. Подпроказ тебе, братан. Хороший. Вот это задача БТРа. Мы, как хардлайнер, мы обязаны это делать, ребят. В Хейли помогаем команде. На Миду уже будем стилить максимально. И делать все дела. Делаем Линку. Делаем Линку сейчас, ребят. Потому что там Баратрум. Я бы сделал вообще бы Аганим тут. Береть через Аганим прям по кайфу. Мне очень понравилось тем, что очень такая... Вроде простенькая комба, но она работает. Взбиваем. Чардж Барри. Толкается. Вы посмотрите. Толкается. Оп. Четко в прыжочек. Рожь. О, хорош. Не, ну тут уже я не смогу. Главное, чтобы меня не завязали. Мне поможет кто-нибудь? О, хорош. Отлично. Я улетаю. Хорош. Спасибо, ЕС. Нормально, еще и забрали. Теперь забрали. Отлично. Все, погнали на топ. Ну, чуть хп не до регеним на транквиле, за регенимся уже. Погнали. Нормально. С командой подзадушили. Но там у них сильный лейт. Они просаживают сейчас потому, что у них герои... Они более поздний... Так сказать, более позднего... Фарма. Не фарма, пика силы. Более поздний пик силы у них. Давайте тут сейчас заберем вот этих. Ой, внизу там жестко. У них поздняя сила. У них там горгона. Сларк. Ой-ой-ой. Очень жестко. ЕС раздушил. Все, этих пацанов забрали. Вот так вот делаем. Зафармливаем просто все. Поджигаем, так сказать. Зажгли танцпол. Сол. Есть. Отлично. У нас есть лассо. Мы должны его реализовывать. Погнали. Там тролль, кстати, рошу бьет. Тролль соло забирает его. Забирает соло. Хорошо. Задушиваем крипов к миду быстренько. Иногда можно маслица понакидывать. Если вам тяжело лассхитить, то, конечно же, маслица помогает чуть получше пролассхитить. Потому что я всегда, вот, когда вот чисто собираюсь там подфармливать или что-то тому подобное, я стараюсь немножко поднастакать, чтобы дэмиджа было чуть побольше. Несмотря на то, что на крипов работает слабенько, конечно же, стик. Но все равно. Очень полезно юзать. Гоу. Поможем? Поможем, пацану. Иду. А, улетел, да? Какого-то да, чтобы не палиться, а тут так сделаем. Улетел. А на ремнанте там. И так понятно, что на ремнанте будет. Хекс бы какой-то, да, вообще? Ну, мы линку делаем. Да, линки чуть-чуть остается. Опа, на минуте ник оцепляют, да? Но нету. Тпшки нету. Она в любом случае у меня в КДС. Я буду сейчас покупать ТП. Толку не будет. Вот так вот стакаем. Два кемпа забираем спокойно на беттере. Фармливаем свои артефакты и душим. Очень часто БТР еще собирают максимальный МС, чтобы просто на зацепе как-то поддушивать. Гоу, к ребятам. Там Тинника забирают у нас, да? Ну, я иду. Я иду. Сларк там вылез. Сларк Ассенш. ХП уходит. Сларк. Я иду, 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 ребятки. Я иду. Опа. И сюда. Подальше его сюда затягиваем. И задушиваем. Хорош. Подтянули, задушили. Так, еще там, пацаны. Опа. Смотри, что могу. ДПС-ом не задушить, слишком много маны. Ой, хорош, какой юл. Качественный. Дальше нельзя идти, ребят. Опасно. Опасно. Хорошо. Неплохо. Опа, креветка. Креветка. У меня нету файрплай. Все есть. Опа, на шаг впереди. Ах, засилил здесь. Закупаемся. Пойдет. Ну, прям просто по КД фидят нам. Просто по КД. Как видите, Сларка очень хорошо контролит мой герой. Прям вижен дает ночью. Даже Сларк не способен уйти. Вон, чтобы ТР сверху смотреть. Такой, ага, вон он, Сларк. Убегает. Поэтому простенько. Линку сделали. Дальше будем делать уже что-то интересненькое, друзья. Например, что можно сделать тут в этой катке? Так как у нас команда хорошая, в принципе, можно попробовать сделать Аганим. Да и в целом мы будем, ну, жестче. Погнали на мид помогать. Тролль душит там, забашил. Забашил. Овноч. Прям происходит какой-то. Можно Аганим сделать. Можно Хекс. Аганим Хекс, допустим. Такие артефакты. И катка ваша. Сейчас Даркпакт нажмёт. Опа. Собью. Вот так сделаем. Душим. Уф. 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 Порсанём его специально. Ещё раз. Чтобы он с ДПС умер, но нет, не получилось. Опа, Гаргона. Морозимся. Оп. И настакиваем. Но это уже слишком нагло мы работаем, конечно, но. Хорошо. Пойдёт. Нифига, мы прям 24 минуты. Игра 24 минуты. Мы прям зашли на ХГ уже в наглую. Ну, с такой доминацией, да. Хороший ХЛ. Хороший Керри. Мидер хорошо сыграл. Саппорта, правда, нету. Но, в целом, неплохо. А вот сюда поближе его подвинем. Хорошо. Хорошо. Ну, ребята не могут. У них лейт слабый. В лейт и они сейчас. Сейчас конкретно, в данный момент. Они ничего не могут сделать. В лейт и у них будет, конечно, совсем другая игра. Обходим, ребят. В лейт и у них совсем другая игра будет. Вот так, сделаем. Те, кто там остался, те виноваты, что умрут сейчас. Я не буду там оставаться. Точком опасно. Точком опасно. Гоу, подзапилим. Хорошо. Подзапилим. Йоу. Так, 300 есть. Давайте сделаем аганим на зацеп. Опа, смотрите, какой он там. Жесткий на баре. Вот этого пацана. Опа. Хорошо. Сдохни. Хорош, ну нормально, подсейвил пацана. Подсейвил пацана. Беттер был рядом. Беттер был рядом. Ну вот за вот это отсуждаю максимально. Он бы отсосал сейчас и плакал, если б я не помог. Так что такое. Не рекомендую, ребят, выпендриваться в играх. Но зачем, к чему? Просто такое. Молча сидишь, играешь, кайфуешь от игры, получаешь максимальное удовольствие. По кайфу. По кайфу сидишь, играешь и все. У нас 16 ассистов, кстати. Э, бару приняли. Акс прыгнул. Ай-яй-яй. Акс, вг, кстати, старая мета. Там было понятненько, что Аксевич там немного такой слабенький. А у нас эти теники. Всякие. Что, будем цеплять? Давайте сюда его. Тиннику. БТР зацепил, убил. Хорошо. О, агоним сделаем. Может, двоих зацепим тут. Может, двоих тут зацепим. Хорошо. Хорошо. Понимаю. А, это нет. Это нет. Осуждаю. Опа, Зевс, наказали. Естом. Соливар не делает. Хорош. Хорош. Ну, нифига. Ну, жесткая на самом деле катка. Ну, на Next, я думаю, катка будет пожестче, ребят. Это у нас тройка такая. Ну, жесткая тройка получилась у нас, потому что у нас все жестко получилось. Именно. Хардлайн мы выиграли, мидер хороший. Это в самых... То есть, эта игра в данный момент, она показывает, как просто, ну, в таких условиях, в хороших условиях, прям, ну, по кайфу играть на этом герое. Вот, реально, мне приятно играть, потому что я понимаю, что никуда никто не денется тут уже. Тут уже никто никуда не денется, это же прям, ну, легкая игра, по сути. По сути, легкая игра. Тройка. На тройке мы нормально сыграли. Я считаю, что тройка тут хорошо сыграла. О, смотри, еще двух зацепил. Опа, пошел ДПС. Опа. Чисто на вставочку. Да, на вставочку, да, сейчас, на вставочку. А, есть, не дает на вставочку. Руинерная есть, контент не дает. В принципе, я тройка, мне тут фраги не нужны, и то у меня 16 фрагов. Поэтому, ребят, вот эта вот игра у нас в тройке. Наверное, больше в тройке я играть не буду, но посмотрим. Возможно, будет просто три игры, три игры, две тройки и, конечно же, один мидер. Посмотрим. Ну, я хочу, если честно, пару потненьких каточек еще залить. Вот эта каточка, она такая простенькая. И надо закончить. Го, закончим. Напишем, ребятам. Го, закончим эту катку. И GG. Очень часто видел, кстати, БТРов на 83-й карте с Маднесом, потому что Маднес дает очень большой МС там, и можно бежать. А тут на 85-й Маднес нет смысла собирать ему. Нету у меня зацепа. ДЦ, понятно. Го, пуш. Хорошо. Опа, они спрыгают, агрессируют. О, теник там. Задушил. Опа, надо отойти. Опасно. 2 на 5 я тут не подтяну. 2 на 5 не подтяну. Где наш тролль? Надо, чтобы тролль закончил эту катку. Хватит тоже. Опа. Но и ЕСа побежали. Вот так вот сделаем. Хорош. Оп, вот так вот. Поджигаем тут все. Все место, чтобы дышить. Подай, дай, 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 дай. О, Яхевич, байбэк. Ну, надо стики нажать еще. Эх, не успел склянку закинуть. Пойдет. Все, душим, додушиваем. Кто у нас там еще остался? Нету никого, да? Жестко. Го, трон. Хорошо. Ну, так вот. Тролль там издевается. Лунные колодцы Зекуратовичей душат. Зекурата ломает. Отдала моти же. У нас тогда в лесу стоит. Зевс лес колотит, типа. Ну, катка уже прям овер выиграно. Даркфак нажимает. Убегает. Я не пойду дальше. Там уже рез, но есть, ребята. Тролль там солирует. Хорош. Гоу, сюда. Пуш, пуш, пуш. Все, катка выиграна. 25 ассистов. Посори, мы топ ассистер. Да, мы топ ассистер, ребят. То есть, наша задача в тройке была такова. Просто цеплять и отдавать фраги. И, конечно же, выиграть желательно свою линию. Свою линию мы выиграли, естественно, и фраги мы отдавали. То есть, это правильная игра в тройке. Конечно же, сделать вот такие вот артефакты. Ну, вместо стика, конечно же, может закинуть какие-нибудь хексы для того, чтобы поддушивать. Ну, и, в принципе, на этом катка была бы у вас уже закончена. То есть, ну, как бы вот так вот. Как бы вот так вот, друзья. На next катке мы, наверное, уже пойдем через центральную или пойдем опять через тройку. Посмотрим. Посмотрим. Ну, команда отлично сыграла и, в принципе, тут нечего сказать. В этой игре, конечно, получилось все жестко. Все очень жестко. Смотри, что делает. Опа, цепляем. Задушим. GG. GG, ребят. GG. БТР по кайфу, в общем. Нифига там Тинни, биг боец просто. Ну-ка, запилим. Да, есть. В общем, ребят, вот такая вот у нас первая катка на тройке. Не знаю. Ну, она, в принципе, изичная, но для того, чтобы понимать, как работает этот герой, качаем первое, накидываем душем и все. Тут, в принципе, больше ничего и не нужно понимать. Пойдем next-овую. Надеюсь, катка будет попотнее. Так, братцы, началась у нас next-овая каточка. Сейчас посмотрим, куда мы пойдем и что мы будем делать. Посмотрим, что у нас по составам, что у нас по пикам, что у нас по героям. И, конечно же, будем делать выводы. Если прошлая катка была такая простенькая, то эту каточку я хочу немного попотнее, потому что, ну, надо, блин, надо, надо попотнее. Вы что? Как беспотные каточки на беттере. Ну, я смотрю, уже прям хороший герой для того, чтобы беттер уничтожал. Тракса хорошо падает, хорошо падает у нас вот этот парень на Торменте. Ладно, гоу. Хорошо. Есть мидеры? Есть мидеры? Норм. Сразу спросим у ребят. Ага, Вокер пошел, Вокер пошел. Хорошо. Вот так напишем. Отлично, гоу, хейл. Берем такой же билд, в принципе, в хейл. Вот так вот, в ЭЦ. И все, и погнали. Че, погнали, срубим деревья сразу там. Деревья под дожжем. Лайфстилера взяли. И Лайфстилер это очень тяжелая цель для нас будет. Но если мы будем его раскачивать, то мы сможем его убивать. Сможем. И сможем помогать команде. Цеплять его в рейдже прям будет очень хорошо, потому что, ну, мы для него, по сути, контрпик. И он так так же, контрпик для нас, потому что он в рейдже вообще не чувствует никакой магии. Но мы можем цеплять его в лосо. Так что, вот такая вот тема. Давайте сейчас посмотрим, что у нас будет происходить тут. Ксин. Ксин. Иди топ. Денис. Ты шо? Иди топ. Рубим деревья. Урса. Урса страшно. Урса страшно. Урса это страшно. Рубим деревья, ребят, сразу. Вот так вот. Максимально срубили. Отлично. Хорошо. Подрубили деревья для того, чтобы у нас уже хардлайн был готов, для того, чтобы стоять спокойненько. Ой, еще и Тинника взяли. Ребят, ну что я вижу по пику? Пик очень жесткий, но такой тяжеленький пик, на самом деле, против оппонентов, против вот таких вот, будет немного тяжеловато. Но Тинника сможем законтривать, сможем, в принципе, Урсу кайтить, и кайтить Траксу. Только нужно будет нам это все делать аккуратно. Посмотрим, как мы будем тут раскачиваться. Возможно, будем раскачиваться через тупо первый, первый, третий, максимально, чтобы у нас было все хорошо. Посмотрим, как у нас это будет происходить. О, Лешрак с Диаболиками. Это страшно, вырубай. Не, я тут не буду драться. Я тут не буду драться. Просто оставляем, ухожу. Мог попытаться Траксу забрать, но я без первого. Я сразу хардлинию тут сбрил. Хотя можно было вкачать первый и подраться, настакать и убить. Безусловно, можно было, друзья. Поэтому смотрите сами, что для вас приятнее. Либо взять, конечно же, ФБ, либо просто подровнять вам хардлинию. Так как я стою тут полусоло. Медузу взяли там еще? О, жесть. Вот это у нас пик, посмотрите. Ну, тут такой доминации походу не будет. Ладно, попробуем, посмотрим, как у нас будет тут все происходить. Ого, это что, Лешрак тут в хардлинии? Я понял, что за наглость. Я понял. Все, базар, ружок. Смотрите, что делают, извращенцы. Но я могу тут и умереть, кстати. Тракса замедляет, просто и душит. жестко. Жестко. Таки разменяемся немного по хитпоинтам. Отойдем. Что-то Тракса прям очень сильно агрессивная попалась. С Лешраком. Просто диаболики кидает, нападают. Гоу. По душам. Но должны забрать. Должны забрать. Хорошо. Остакиваем. Должен тоже убить. На характере. На характере. Домой. Отлично. Пацаны в себя поверили. Хорошо. Давайте. Нет. Оставим. Байкс вышел. Чисто такая гуля вышла с леса лохоповая. Сейчас, сейчас, сейчас. Транквил. Опа. Почти золотишко. Транквил. Отлично. Смотри. Ксин там фидит по кд просто. Нормально. Все. Регенимся. Гоу на руну. Первый максимум, ребят. Тут очень агрессивная линия. Очень агрессивная. Очень агрессивная. Ждем. Смотрите, Тинник там душит. Закидывает. Да, это катка будет жестенькая. Погнали. Начало, по крайней мере, уже такое. Серьезненькое. Опа. Инвизабилити. Хорошо. Че там у найкс? Перчаточка, да? Можно его в лесочке подождать, настакивать и поубивать немножко. Он сейчас уйдет с линии. Ему пишут, что найкс уйди лест, и рак. Сами в ираке. Так, там гусик накинул, да, на лицо. Ну, сейчас будем настакивать и душить. Пусть чуть просядет по хп. Просядет. Хорошо. Погнали. Опа, пинваунд кидает, но мы будем драться. Хорошо. Инвокер помог. Спейс-вокер, напишем. Молодец, он. Четко, вовремя помог, понял. Понял, чё к чему. Так, кинека, го, поможем кинека. Так как мы стоим в хардлайне, мы еще и мидеру можем помогать. Погнали. Го, душить. Подушить. Отлично. Реализовано. Реализовано. Хорошо, у нас куры нету, да? Куры нету, да? Нет, куры нету. Давайте берем. Поднимаем. Ц, В, Ц, Т. И присылаем себе. Так. Ну, что-то тут такое, да? Оно стакивать. Опа, смотри, чё происходит. Безвращенства какие-то. Происходят. Сори, чё могу. Смотри, чё могу. Хорошо. Там диаболики, жестко душат. Рухил накинем. Сори, чё делает. Дед бежит. И душе. Сейчас, главное, на тени не нарваться. У меня хп еще есть. Галману закинем. Не дал он мне пройти. Так, вот эти пацаны разберутся с ним. С тем крипом. Роу. Хорош. Это таверна. Строго. Вот, Раксу. Отлично, первый стак есть. Сразу облетаем. Это тоже наш клиент. В уши с руки. Четыре стака уже. Пятый стак. Есть. Хорош. С Рикимару работаем. Кто там прилетел? Лишь рачок. Но нормально, нормально. Оп, но стакиваем. Опа, не попал. С третьего левела стики напалм. Это уже не шутка. Опа, сейчас. Хорошо, погнали. Это наш клиент. Миллион урона просто будет. Жесть. Нормально, Овнем. Хорошо. А вот это я зря обычай, на самом деле, на что у меня сейчас уже все упадет. У меня нет ни маны, ничего. Но я так, чисто. Для жесткого. Тинни СС вниз. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Надо бежать. Надеюсь, успеваю. Давайте вот здесь мансанем. Вот так вот. Ага, тинни вон он. Все, гон на базу сходим. Ребят. Отлично все делаем. Ой, с прокаста же умрешь на Рике. Смотри, что делает. Понимаю. Понимаю. Так, Курсевич, там злой. Давайте поставим, наверное, два варда. Сходим. А, вон он, Найкс, да? Четвертый левел. Найкс, а бы по КД сейчас убивать. Дагерочек сделать. Давайте вот так вот сделаем. Так, Тракса, на низу. Погнали. Пэшка есть. Ага. Вот так вот, значит, да? Два пацана тут. Накидываем. Кидываем. Они меня убьют. Вдвоем? Я тем более без второго. Это плохо будет. Опа. Гоу. Нападем. Нападем. Или нет? Нет смысла. Вот в такие моменты нужно, конечно, второй иметь. Второй, если бы был у меня. Я бы подтянул под себя. Ладно, не суть. Перетерпим. Ману накидываем. Вообще надо на руну поставить, пойти вардик. Аккуратненько. На седьмом левеле возьмем второй. Не могу я. Без второго надо убивать тут. А убивать мы сможем только с вторым. Так вот делаем. Хорошо. Давайте аккуратненько. Маны у нас пополняются. Офер идет с транквилой тоже. Понимаю. Транквилизаторы, короче. У нас тут. Транквилизаторы гейминг. Смотри, что делать. Нифига ты. На воду ты собрался, да? Нифига ты даешь. Надо лассо давать. О, хорош. Без лассо разберемся. Без лассо разберемся. Панда погиб там. Так, 1700 имеется. Давайте отойдем. Гоу Тиннику настакивать. Пойду первый настакивать на него. У него там стики, правда, это для него. Не шуточка. Что у него хаста там или что? Оп, давайте накидывать. Сюда. Оп, дружище. Тучку в тучку его, в тучку максимально. Ой-ой-ой. Жесть, тучка пропала просто. А че инвокер? Инвокер там ничего не сделал бы. Смотрите, там урса злой какой. Жесть. Так, 10 стиков. Плюс почти даггер. У нас есть второй еще, кстати. Второй есть. Так, лишь врачок сэмпризал. Ну, давайте просто попасть и ничем немного порегенемся. Порегенемся немножко, ребят. Порегенемся. Страшно. Фракса уже шестой имеет. Шестой имеет, практикует. О, виротан. Ну, я их могу откинуть. Не, не могу. Без шансов. Что такое наглый? Первый берем максимум. За максили первый. Хорошо, есть даггер. Отлично. Ну, агрессивная хардлиния, но мы тут отыгрываем на все 150 процентов, ребят. С теником проблемы будут. Фракса, не проблема, я думаю. Буду прыгать, убивать. Выбили знак. Давайте настакивать. Опа. Это Рокса тут такая. Братан, я на тебя уже настакал. Ну, такое. Два фрага забрал инвокер. Ну, это ганг, по сути, но... И без ганга нормально жил я. С маной проблема. Го, манку закидываем себе. Будем восстанавливаться на просто на маленьких манах. И надо лес идти. Надо лес идти, ребят. Урса там злой такой, мишка. Мишка Гами. Ну, такая оживленная каточка, ребят, да? В общем, я надеюсь, вы поняли, что на БТРе в Хаэле нужно делать. У него тоже даггер. Я только посмотрел, и так, думаю, уже поздно. Хотел первый кинуть, отошел. Эх. Печалька. У него тоже даггер. Забрали у нас фражочек наш. Урса двоих может убить, не знаю, что он перестал бить. Ля, задушит, не задушил. Так, это плохо. Гоу, максимально потеть. Траксу надо сейчас убить сразу через лассо. Ксин без ультимейта. Не такое. Гоу, тпшку. Погнали. Траксу убивать. Мне кажется, там байт будет, может, на Траксу. Под Тауэр максимально запихиваем ее. Подталкиваем еще под Тауэр. Ну, хорош. Тинник. Тинник. Ну, это мой был фраг. Второй. Второй фраг мой был. Тупо. Задушена. Так, агрессивненько. Найкс там с Мидасом, кстати. Давайте возьмем второй. Тройечку. Миссерегеност. Че у тебя там? А, первый левел. Нормально. Так, тысяча есть у нас. Тысяча. 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 Найкс в лесу, да? Оп. Мидабили. Опасно. Опасно, опасно, опасно. Что он, Найкс, Амидас, Фейзы, да? Ух, инвокер, нифига себе, брака стыдал. Там, наверное, Рикимару его подвел тем, что рано, слишком начал атаку. Вай забрали. Но инвокер заберется, да, там? А нет, еще живой. Тучка еще даже. Так, на топе, да? У нас пацаны там, два пацана. Один в лесу, один в таверне. Остакиваем на этого пацана. Сейчас будем убивать. Ну, пача. Отсюда отойдем. Ладно, стану не поймать. А я умираю, да? А у него резиста еще. Блин, второй спелл у меня маны не хватило. Я просто сфидел, прыгнул. Я даже не думал, что он меня убьет. Не должен был он меня убивать там. Никак. Хорош. Прикольно. Ну, если бы я на стакл побольше, я, может быть, и убил бы. Ну, ладно. Первая такая ошибка, самая, за три игры. Это третья игра просто у меня. Да, в основном так сколько? 16-0, 17-0 заканчивал катки. Ну, Лишрак молодец. Воспользовался. Даже, возможно, тут нужно будет сделать БМ, потому что тут как бы, ну, каточка такая. Пассивного урона от Лишрака очень много будет. Читая, слишком сильно газану. Лишрака. Сильно газану. Так, что делаем? Возвращаемся на низ. Берем ПП-шку. Погнали, скоро будет вот эта штука. Главное, теника не поймать тут. Опасно надо быть. Опасно внимательно, вернее. Монетка. Оксана Медуда. Блин, вот я не знаю, честно, сомневаюсь, дефолт не выходить или нет. Честно, очень хотелось бы. Очень что-то такое необычненькое хотелось бы делать. Он астакивает просто на нем. Эх, я только думал сбить ему даггер. Но я не пойду дальше. Я пойду форсу бы сделать. Давайте форста в дефолтный, ребят, все же. Выйдем в дефолт, а потом все остальное будем делать. Дракса. Лассо. Давайте откинем пацанов. Оп, смотри, какая штука есть. Опа, там комбо-вомбо внутри. Хорош. Но я зацеплю на экса. Или так задушим. Задушили так. Нормально, у нас очень сильные кнопки. Жестко. Хорошо, погнали на низ. Низ это наш законный низ. Тут, наверное, стак... Я не знаю, через лес я тут в лес вообще не хожу. Можно было три кемпа подфармливать. У нас только, правда, в фаерфлайне раскачан. Потому что я второй взял на ДПС. Даггер побольше тиннику сбивать. Урса там топ ломает, да? Дастами. Так, почти есть у нас форстаф, да? Если вам тяжело, ребят, иногда фармить, накидывайте стики на крипов. Но с Рикимару хрен пофармишь нормально. Хорошо, почти есть. Душим. Душим. Опа. Злой парень прилетел. 400 мана у него еще. На ему ГГ тут. Ой, я его с тучкой вытолкнул. Умрёт с ДПС. Отходим. Го за форстафом сходим, ребят. Будем цеплять. Прям так потненько надо будет под запотеть. Будем сейчас цеплять. Вот Найкса можно будет цеплять. Под инвокера можно будет запихивать. Хорошо. Форсимся. Отлично. Так, по этим артефактам мы разобрались. Ранние артефакты. Далее, что нам нужно собрать? Если честно, я тут вижу потенциал реально в аганиме. О, там мадность на Урс. Аганимы, конечно же, возможно, какой-то БКБ, потому что тут нужно будет как-то кайтить всю эту тему. Посмотрим, честно. Сейчас посмотрим по фарму. По мувам, чего-нибудь хватать. То есть соберем. Можно будет даже Этериал, в принципе, бах. А ну, льту нажмет. Пофиг на прокасты. У-у-у, побежал среди злой, злой мишка. Плюшевый мишка. Ну, как сказать, плюшевый. Просто злой. Жесть, он просто убегает. Просто убегает. Кто там, Тинни, к намеду, да? Удивался. Наикс. Ну, Тинни. Страшно. Урса страшно. Пока не все тут. Я могу кого-нибудь зацепить, но не факт, что я выживу. Тинника бы зацепить. А, ну там вот оно, вот оно, вот он. Кто попробовал так сделать. Уходим. Уходим. Не успел я. Делаем вот такого угли, мирок. Уходим. Слитый прокаст. Слитый прокаст. Пятером стоят на меду, что-то минжуют. Минжуются, ребята. И тоже не очень хотелось бы туда прыгать и умирать. Просто нужно быть уверенным, что что-то произойдет правильное. А не просто. Ну, поэт, плохо. Го-го-го, от Рокса. Хорош. Форсы не было, я бы инвокеров отмог. Чуть побольше. Так, 800 золота есть. Firefly возьмем. Го-го, отойдем. Подстакаем. Snacks Firefly заберем, если что. Snacks за гулом сюда. Погнали, вот так сделаем. Че-то прям жестко, жестко. Надо соло фраг какой-то сделать бы желательно еще. Под нашей жесткой атакой. Найкс Армлет имеет уже. Лешрак. Имеет у нас. Глимер. Найкса не тянет. Не тянет, Найкса. Крипа залез, вылез. Ага. Дасты нажали, побежали, да? Это так называется вроде. Ох, нифига. Я на воду собрался, азиас. Ну и ты умрешь. Все, это столько ДПСа. Нормально, пойдет. Раскайтили злого мишку. Пойдет. Еще и Урсу раскайтили, хорошо. Опа, Троксе там прокат. По метеориту бежит. Троксе по метеориту бежит. Страшно, вырубай. Монетка, хорошо. Так, 1200. Когда пойдем на мид, тогда будем делать радианс, ребят. В этой катке нет. В этой катке мы играем в дефолте. Дефолт, это значит, что мы собираем то, что нужно. То, как играется на беттере. И играем от команды. То есть, наша надежда на тройки, это команда. В первую очередь. В первую очередь, это команда, наша надежда. Там играем на тройке. То, что у нас хорошая команда. На это надеемся. Максимально. И под душем. Киник, конечно. Жесткий. Тут можно на беттере, кстати, глимер делать. В принципе. В этой катке можно было бы сделать глимер. В принципе. Даже без вопросов. Глимер тоже можно было сделать. Там прокаст очень сильный. И как раз таки нас не будет видно, когда мы будем влететь. Так что такая тема. Вот этих пацанов. Хорошо. Стакнули себе тут и как раз сейчас зафармим. Фармим. Тут вообще Хекс хорошо бы зашел еще. Хекс очень хорошо зашел бы. Так, докачали мы все спеллы. Отлично просто. Но у нас пуша никакого. Да, возможно, через Некрачей придется подыграть. Возможно. Но не факт. Но не факт. Самое страшное, что это Найк с комбо-ломбо. Может быть там. Опа. Хорош. Входим. Входим, ребят. Нормально, я сурвайвнул. Страшно вырубай было только что. Гоу, гитбэк. 2600 есть на кармане, кстати. 2600. 2600. Отлично. Урса на низу. Урсу можем, кстати, раскайтить и убить. У нас все есть. Попробуем, давайте. А, ну тут Леший уже пришел. Прям друг за другом ходит. Друг за другом другу ходит. У нас подспушивает тоже, да? Петероска. Ну, возможно, даже будем выходить в радианс. Не знаю, правда. Глимероик бы тоже сделать, в принципе. Лешрака я побаиваюсь. Сиятракса. Лешрака побаиваюсь, потому что он плотный. Кто там на меду Тракса, да? Нету даггера пока что. Нету даггера. Мне кажется, сейчас на медузу будут нападать по-любому. Подсейвим. Мы можем фармить в это время. Но я хочу подраться сейчас. Нужно слить лосо. Тракса ушла. Попробуем пролететься. Мне кажется, он вот здесь на кемпе будет. Кроссфиль на ее будет. Найкс. Найкс, а не варик плавить. Ну, окей. Рецепим. Хорошо. Пойдет. Чисто методом тыка выкурили его. Методом тыка. Потому что не видел... Не видно было, куда идем. Юл или Шрака появляется? Дышка. Ну, она мне в принципе не нужна, Гаурс. Согласен. Дышим. Заделся. Ага. Хорош. ДД-шка пригодилась. ДД-шка пригодилась. Так, 3500 имеем. Можно выгоним, в принципе, выйти. Попробовать. Вот так делаем. Хорошо, я еще и подтолкнул его. Ну, баш, ну какой баш. Хорош. Бей ее, значит ты ее боишься. Она же крип. В упор она в крип просто. Хорош. Мужчина. Никогда не бойся траксу, когда подходишь в упор. Какие бы там слоты ни были. Она слабенькая очень. Задушиваем Т-шка. Прям хорошая катка получается у нас, ребят. Мне очень нравится. Люблю такие игры. Че, может попробуем в радиенс выйти? О-о-о, леший. Можем, кстати? Или не стоит? Не, не стоит, наверное. Или хекс, или радиенс. Но можно и радиенс сделать. Погнали. Фармим. Фармим. С радиком я смогу еще лучше отгангивать. Ну там найкс, видите, с найкс какие-то проблемы. Ну пока стадия такая, фарминга у нас идет. Зацеп основной у меня есть. Я инициирую, я цепляю, я делаю свою задачу максимально на тройке. В принципе, далее желательно сделать хекс. Но я могу сделать радиенс еще. С радиенсом я смогу вносить тоже немного. Ой, немного, немало. Урса пошел в рошу? Нет, не пошел. С радиенсом можно будет много вносить тоже. Тоже очень много можно будет вносить. Давайте сейчас посмотрим. Погодя, чуть-чуть. 4,700 есть. Еще один ганг, если золотишко будет. Да, я думаю, можно сделать радиенс сейчас. Радиенс там плюс догира, еще догира сбивает плюс дополнительный ДПС. Фракса там. Душится. 5,150. Это можно. Давайте сделаем. Сделаем. Команда у нас хорошая. Можно будет радиенсом воспользоваться. Или... Блин, вот эта дилемма, да? С радиенсом. Или Акторин Хекс. Акторин Хекс. Вузу там дюкшат. Был помогать. Акторин Хекс. Если я просто Хекс сейчас делаю, стопроцентно они лузают. С Хексом. Шансоидов у них просто зеро. С Хексом. С Хексом у них шансов зеро просто. Он говорит радиенс, черт. Типа это мне, что ли, радиенсом советует? Кого там радиенс? А, Найкс сделал радиенс. Это, кстати, заявка на победу. Удушить. Рошан, медленно тоже. Тоже радиенс сделаем. Катка будет длинной. Мы еще не на стадии выигрыша. Найкс фармит. Найкса будем переконтривать как-то. Окей. Я возьму. Не вопрос. Хорошо, есть. Радик. Хороший не обмануть. Он такой. Он такой. Гоу, погнали. Дасты у нас есть. Дасты есть, можно поесть. От кого я Дасты ношу, я так и не понял. А, от Глимера. Все. Вспомнил. Так, есть у нас Радик. Соответственно, можем сейчас просто идти в наглую, в лес. У нас есть Оега. Вообще лучше с командой. Курса там очень жесткий. Лучше с командой, конечно. Туда сейчас все, наверное, перетянутся. Но я пойду траксу быстренько. Еще под стак, вы смотрите, стак. Раз, стак, два, стак, три, тракса, в мид, в лес, приди. Стак, раз, стак, два, стак, три, тракса, в лес, приди. Го драться. Не, ну ладно. Да он умер. Эээ, втф. Втф, втф. Он умер же. Там запиливание убило бы. Открыться на инвокере. Ну ладно. Че, next hex? Ууу, смотрите, кто там. Ладно, го. Кто на низу? Ага, лишь. Го. Лишь рака. Поможем, поможем, поможем. Она очень жирная, медуза, но помочь, я думаю, стоит. Хорош, еще стунгейс нажал. Жесть. Еще стунгейс нажал. Так, у нас есть зацеп, давайте пролетим. Смотри, может кто-то будет, я зацеплю. Притащу. Команды рядом нету, но тем не менее. Так вот делаем. Вот так вот делаем. GG. Задушена. Задушена. О, щит, но нету кнопок. Чисто кристочек появился. Эх, у меня есть кнопка. Интересно, куда он побежал? Во, четко. Ну, МХМ и финансы. А это так сделаем. И сюда. Ну, стилерби. Хорошо. Все, надо боять, наверное. Ну, сколько там плюсиков этих. Nike's там. Жестко душно. Ну, лосо есть почти. 7 секунд 6. Давайте никого так вот сделаем. Муу. Нет, 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 так не пойдет. Вард стоит. Вард стоит. Так, 3400 имеем. Но это в Хекс выход будет. Ребята внизу сфидят сейчас, да? Я там ничего не помогу. Next Хекс буду делать. Нам такая катка. Мы еще тут не выиграли. Но мы как бы доминируем немножко, но мы еще не выиграли. Хорошо. Зафармили, отойдем. Хексочек. Можно Октарин, можно Хекс, но лучше Хекс и Октарин сразу. Сделать. Хекс и Октарин будет, хорошо. Хорошо, фармим. Прям фарм-машина получается у нас. Все так делать, всю эту тему. Так, отходим. Сейчас еще лесочек-рестница. Еще раз зафармим. Фикитан душится. О, пацаны. Бедный Урса. Не получается у меня там собладать. Хорошо. Фракса душит. Я пока тут фармлю эти стайки, там ребята дерутся, но мне тут до Хекса копейки. Прям золото с радиенсом бежит, ребят. Если у вас есть еще какое-то время дополнительное, то возьмите радиенс, и вы очень много выформите. Очень много выформите, дополнительно. Я весь лес пофармил у них буквально за считанные секунды. Главное тут не сдохнуть сейчас. Поэтому так делаем быстренько. Оп, оп, оп. Отходим. Просто летучий. Летучий БТР называется. Можно Октарин сделать? Уйди, пошел чекать. Можно Октарин, можно Хекс. Но я склоняюсь вообще к Хексу, но можно Октарин. Блин, я, конечно, Октарин куплю. Серьезно. Конечно, Октарин. Так, где крипов нету. Этих быстренько заколоть. Лучше Хекс. Блин, Октарин или Хекс? Хекс, ребят, Хекс. Руинит катку не хочу. Хекс-то все-таки... Лад, в будущее прям то, что нужно нам. Все, отходим отсюда. Бежим просто. Волосы назад. Го, пол Хекса покупать. И начнем контрить. Ребят, надо что-то я слишком много фармлю. Но, по сути, мы еще не деремся. Мы фармим. Правильно? Правильно. Соответственно, покупаем пол Хекса. Что у нас там, кстати, по денежкам? Сколько Хекс вообще стоит? Шесть тысяч, по-моему, да? Пять шестьсот, да? Курочка в магазик, потом отправим. Хорошо, сейчас лес еще раз тут. Парманем. Так вот делаем. Радик плюс фаерфлай плюс стики. Это прям жесткая вещь. Ты босс. Все, есть у нас Хексик. Там гейс, там мой, там найкс душит. Все, ребят, на базу и... На базу и душу. На базу. Ча, гоу, драться. Хекс сделал. Хекс сделал. Ребята, там очень жесткие. Но они собрались прям ломать. Они, кстати, могут тут еще выиграть немножко. Сделаем. Нет, Хекс. Нужнее. Мы еще не выиграли. Рикки там приняли. От найкс. Рокса умерла. Минус найкс. Киньика зацепить бы. Хорошо. О, алишрак. Я зацеплю. Хорош. Иди сюда, дорогой. Ну, хорош. Отлично. Хекс то, что нужно, ребят. Потому что мы тут еще не выиграли. Я просто посмотрел, что Акторин, да, Акторин, это круто будет. Но. Нужен Хекс. Нужен Хекс, ребят. Безусловно. Нужен Хекс. Это без варианта вообще. Хекс нужен. Сделали минус 3 и можно было идти по миду, но мы не успеем, мне кажется, все равно. Не успеваем. Не успеваем. Зря я сюда иду. Зря я сюда иду. Сюда я зря иду. На низ погнали. Роша есть. Снег страша нам зайдем. Хорошо. Син там зафармил уже, да? 1700 имеется. Пару вардов, го, возьмем. Пару вардов. Let's go. Ребятам, ну дастов нету только. Есть варды. Хейли у нас 21-го, я 23-го. Нормально, в принципе. Я к хардлине очень хорошо отыграл тут. Пока что, на данный момент. На данный момент. Дайте я время поворота ему увеличу. Ну, сейчас на хг зайдем, я думаю. Берем вот эту штуку. Найкса главное законтрить. Найкса поймаю. Найкса поймаю я. Будет хорошо. Аккуратно, главное. И под теника еще главное. Хекс оси, чтобы поддать нормально будет. 2000 золота у нас появляется, тем временем. Что дальше буду собирать? Скорее всего, будет окторин. Для того, чтобы подбушивать. Там иллюзии все гангают эти. Вообще, я должен зацепить сейчас пойти. Ребят, в теории. Я, как батрайдер, я должен сейчас бежать и цеплять. Хотя бы вот или тени, или кого-нибудь. Двокер там еще. Вот так вот сделаю, друг. Нажмешь на него? Ооо, с руки бьем. Хорош. Так, су душу. Я тут умер. Нет никаких кнопок, да? Теник там стоит. Опасно. Опасно, теник стоит. Нету детекшена, ребят. Sorry. Хорошо. Пайбэк нажали там. Опасно, опасно, опасно. Данной ситуации опасно. Я так малься, чтобы тут, ну, теник, как бы. У нас проказ по меня убьет просто. На тенике. Ну, отойдем. Товар сюда ткнем. Жесткая драка. Не знаю, мы ее еле-еле. Как-то что-то. Да, у подбол. Гаргона. Теник будет прыгать. Ну, пока ренемся. Хекс есть. Если что, Хекса нажмем. Еще есть лассо. Лассо еще есть. Я не буду подставляться. Моя задача это кого-нибудь зацепить. Просто. Посмотрите, какой там рез. 13-14-14-14. Жесть. Три тела одинаково резается. Хорошо. Даем. Вижен, ребятам. Аккуратненько. Прогнаем отлично. Мид спушили. Хорошо. Все резнулись. Все резнулись. Я бы отошел. Я бы отошел. Игузи. Гаргона. Игг. Надо гем взять. Надо отойти. Все, отходим. Ббб. Пойдет. В принципе. Все, Акторин. Некстом, я думаю. Акторин. Тревел. И дальше родинск. Курьер. И поехала. Дефолтная каточка. Как на Скай. Что там? Нету детекшена. Блин, я детекшен не беру постоянно. Хорош. Найксисе дойдет типа сюда. Типа, это ГГМ. Промах. Промах вылетел. Я бы добил бы его. Блин, жестко найкса контроля. Парень в шоке просто. Отлично. Отлично. В принципе, родинск себя оправдывает тут. Родинск тут себя оправдывает. Погнали сюда. Родинск себя оправдывает. Парень в шоке. Родинск. 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 Все орбы. Так они работают. Мол. Молния. Молния является нейтральным артом. Это Нью-Йорк. Вот такие вот у нас слоты получились в стройке. Нормально. Стройка. Посмотреть на канале пен Азез по ютубе. Много инфы. Там гайды и фишки. Жесть. Хороший у нас айтем появились. Появились у нас. Октари на 2 секунды. КД 2. Как я сказал. На их что-то жесткий там. Не хочу и прыгать страшно. Хороший. Отходим. Стакаем. Отходим. Длины тоже Радик там. Вдушит. Я тот умру скорее всего. Ну пока не откатится у меня. Появлено. 100%. Шансов нет. Не успел инвокер, друг. Раденц от Найкса. Влетел. Раденц от Найкса зашел. Не успел я влететь там. Не знаю. Гаркону хотел зафармить там. Зафармить. Засейвить. Ну сфидил, ребят. Ну я тройка. В принципе. У меня 20 ассистов. Я топ ассистер на карте. Это очень хорошо. Найкс, дерись. Че ты убегаешь? Трэч нажал. Дерись уже. А, Скади. Вот это да уже. Скади. Вот это уже не состыковка. А вот Ча, Скади и Дезоль. Вон чел собрал. Это уже ГГ. Тут орбы. Не работают. Забавный Ксин. Орбы будут работать, если вы их будете перекладывать. То есть если он сейчас выложит Скади, у него будет работать Дезоль. Если он выложит Дезоль, у него будет работать Скади. То есть если вот так их перебирать. Если их перебирать, то тогда будет работать. Будет работать Дезоль на Тавера. То есть если у тебя даже первый артефакт, который ты положил, это Скади. То есть, ну, как бы тут такая механика Так, ну нормально, нормально Так, продолжается драка, начинается жесткая прессингов Под Сайллс попадает у нас два персонажа Из команды с коржей Влетает Урса, уничтожается у нас просто панда И улица у нас, и улица Урса Покрутился немножко И топчик у нас ломает Рикимару просто в крысу Посмотрите на эту крысу Крыса убегает, крыса просто Крыса с корабля, с корабля на бал Хорошо, и тем временем у нас, конечно же Ресается наш герой, ребят Мы сейчас должны закончить эту катку Хекс в тему собрал, вообще не жалею Что собрал Хекс, иначе, мне кажется Мы бы просадили эту катку Так, ну, блин Не хватает, там все равно чуть Урса Урса душится Шансов нет Урса Тревела хочу очень сильно, ну, гоу пешком Гоу пешком, не хватит Мне на тревел, никак Инвокера душат Ну, unstoppable у нас Тинник Блин, на Тинника не хватает детекшна, честно Я не беру детекшна, не хватает Тревела хочу очень сильно Го, рож Заберем, что ли Рож заберем Есть она, носа нету 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 рошанчика, ребят Тревел наколотим-то, да Ну и, конечно, через мид мы будем совсем другой билд тут практиковать Ребят Тут вообще, ну По факту Нужно было собрать еще Гоу с Септер В любом случае, потому что Тут много физухи Но, тут видите, тут как физикал, так и магикал дэмэджа много Поэтому я это перетерпел и собрал сразу серьезные артефакты Я считаю, что это тоже очень правильно Поэтому, как бы, ну, как-то так и живем Погнали, я возьму Тревел Тревел пойду куплю И прилечу Я за Тревелом Через мид, если бы мы играли через мид, мы немного по-другому будем играть Через мид мы пойдем через Дагон Этери, Локторин Чисто БТР будет у нас такой, знаете, неуловимой скотиной, которая душит Ну и катка через Аганим Не знаю, вот тут можно было собрать тоже Аганим, в принципе Можно не собирать уже, то есть тут как повезет Смотри, что делает, извращение Я продаю, он стоит, он стоит рохнет Ну, такие вот арты у нас получаются Погнали додушивать, ребят Додушивать, пойдем с ребятами Поможем на низу В всей конторе Попробуем кого-нибудь зацепить Вообще желательно зацепить бы Тинника Притащить его, чтобы его задушили И прохексить его После зацепа Так, Траксу там врыв Хорошо Гоу Тинника Не успела Тинника зацепить Найкса задушим без хекса Хорошо На Тинника у меня еще есть кнопка Поэтому сейчас Тинника будем прыгать Тинник будет прыгать сейчас Атаку сделаем Нету даггера Хорош И вообще зашквар, да? Да, прикиньте Ах ты крыса У меня хекс есть на тебя Домой Да Ребят, вот такая вот она Стройка получилась Ну, в принципе Судить вам Каточка по мне Так, ну Она такая прикольная получилась Каточка прикольная получилась В общем, надеюсь, вы поняли Как стать в хардлайне На этом персонаже В принципе Остается у нас, конечно же Мид отыграть на этом герое Ну и думаю Не знаю Три каточки Четыре каточки Сыграем Еще с Аганимом бы Хорошую полноценную Интересную каточку, да? Но я думаю Через мид пойдем Я сейчас взвешу Как по артефактам Возможно Тоже еще сыграем Может четыре игры тут будет Я не знаю, ребят Посмотрим Но очень хочется сыграть Еще через Аганим Немного потненькую Сейчас такая игра была Серьезненькая И мне, в принципе Она понравилась Погнали сейчас На центральную Встанем И посмотрим Что наш БТР Будет делать Если мы будем собирать его Именно в Херокиллера Через Дагон Посмотрим Как это все будет Поехали Next Мид Итак, друзья Остается у нас Крайняя каточка Конечно же Через центральную Идем в Херокиллера Мы будем душить Теперь Будем душить Через Дагон Конечно же Дагон Итериал Акторин Вот эту тему Попробуем собрать На БТР Но не забудем Конечно же Про дефолтные Какие-то Атакующие артефакты Но не Суть О, классно Будет Если еще Алхимик У нас Агоним Нам запулит Будет вообще Хорошо Что нам Пандят Финк Как на него Сфинктер Короче, да У него Кто не знает Тот не знает Финкилштейн Финкилштейн А, он просто Ролл ставил Понял Понял Круто Так, ну хорошо Попикали Ребята Очень быстро Найкса взяли Взяли Стонегианта Баратрума Взяли Очень-очень Жестко Они сразу Взяли Но Наверное Катка будет Потная Посмотрим Ребят Как мы будем Тут качаться Я вам сейчас Объясню Так как мы Идем на центральную Соответственно У нас каточка Будет через Боттл И через Агрессивную Надеюсь Какие-нибудь Активные Руны Будут Для того Чтобы Можно было Подзадушить Зев Сразу Берет Куру Отлично Молодец Красавчик Просто Лучший Лучший У нас Ямит Ямит Еще раз Пишу Парни Зароумлю Числака Взяли Жестко Жестко Алхимику Был помочь Руну взять Но мне тоже Руна Нужна Пускар Пусть Поможет Я возьму Возьму Руну Спасибо На Боттл Парни Вот так Сразу Напишем Ребятам Чтобы Все было Нормалин Зевс У нас Хардлайн Чисто Троечка Сразу Сапожок Манка Тангусики Но я Обычно Беру Просто Ману И все Тангусы Даже Не беру Потому что Ты Как правило Не подходишь На расстоянии Просто Заспавливаешь Чайн Лайтингами И все Больше Ничего Не делаешь Еще Инвокера Взяли Очень серьезный Пик у Оппонентов На самом деле Но я думаю Мы должны Выиграть Посмотрим Как у нас Будет все Происходить Бара Бара с сапогом Бара Роумерский Сразу видно Жесткий будет Хускар похоронен Ребят Да Похоронен Три секунды Зацеп Все Смерть Погиб Хускар Погиб Хускар Берем руны И погнали Ребят Душить Берем первый Сразу же В мид И будем С помощью Первого Поддушивать Почуть Можно сразу Вардик Купить себе В миду будем Качать 1-2-3 Вот такой Билд будет 1-2-3 И будем Стараться Поддушивать Подтолкнуть Под себя И конечно же Задушить С помощью Стиков Напалм И конечно же Firefly Будем так Как-то душе О Тини на миду Так это вообще Пойди изи Должно быть Пойди изи Должно быть Оп Сразу Тычечко Отдали Можно Настакать Сейчас На него Прям очень Много О Так он Сейчас Очень сильно Хапанет 4 1 Тычка Эх Но минус Хилл И у меня Минус Хилл Но пойдет Это очень Хорошо Что я сейчас Сделал Я лишил Его возможности Сейчас фармить Хорошо Он даже Не думал Наверное Что так Все получится Давайте Немного Линию Отпушим Линию Отпушим Много Крипов Тут Ну Он так Подходит В ногу Набивает Вообще В шоке Парень Хорошо Фармим Отлично Подлик Сразу Постараемся Сейчас взять Опа Второй Хилл Принес Берем Второй Что можно Было Под ногу Его к себе Подкинуть Тени Стики Взял Да Стики Взял Хорош Гоу Погнали Стики Взял Себе Но дальше Не пойдем Лишкам Надо было Мало Мало Чуть-чуть Надо было Больше Поднакинуть На него Было бы Лучше Да Конечно Мы тут Не подступим Крипов Нормалин Шесть Стиков У пацана Руна Хорошо Ботл есть Ботл очень быстро Подняли мы Ребят Хаста Хорошо Разведем Его на Стики На Стики Разведем Хорошо На Стики Развели Сейчас у нас Кура Придется С артефактом Берем Первый Хорошо Хорошо Но топе Прям агрессивно Идет у нас На топе Прям очень Агрессивно Плохо Что я его Еще ни разу Не убил А я ведь Я могу Убить его Могу Могу Но чуть-чуть Не хватает Главное Я фармлю По сути Это тоже Правильно Главное Фармить Я его Перефармливаю В принципе И это Хорошо Тине Третий Хил Пошел Но Когда Бара Приедет Будет Тяжеловато Тут Он Бедный На хилах Стоит Бедный На хилах Стоит Линию Надо Откушать Кто-то Там Найк Загоняет Зевсич Хорошо Сколько Стиков Два Стика Всего Это Зарядов 6 Будет 7 А Фул Фул Стики В принципе Будут У него Сапожок Имеем Хорошо Хорошо Надо Быть Скорее Секлак Убрать Тут Сразу Клак И на Топе Руну Надо Будет Забрать Тп Хорошо Погнали На руну Пофиг На Крипов Пойдешь Тоже На руну Давай Входим Настаки Вот Сейчас Подходить В упор К нему Не варик Так Делаем Орож Нормально Я его Раскайтил Да Чисто Я не Подхожу Но сам Понимаешь Что Может Дать Проказ Хорошо Я не Подхожу И он В принципе Описывается Нормально Ощи Кату Забрали Хорошо Сейчас бы Руну Забрать Еще Одну Оставь Ну Зачем Фул Ты же Фул У тебя Фул ХП Фул Мана Не понял Прикола Ну да ладно Первое Что мы будем Делать Конечно же Это Постараемся Сделать Дефолтный Наш артефакт Даггер У нас Проблема У нас Сейчас Тут Выстеснять Будут Потому что У нас Нету Руны Погнали Ребят На базу Наверное Раскачка На миду У нас Через Первый Максимально Первый Второй Третий Взяли Побежали Сейчас На базу Подним Ребят Выгоняет Нас Тинник Но у нас Руну Забрал К сожалению Тиммейт Обезьянка У нас На тиммейте Это печаль Кого на базу Одного Крипа Вот этого Все Седьмой Погнали На Б Смотрим Чтобы Бара Не бежал Если Бара Побежит Вторым Сбиваем Все будет Гуд Давайте Возьмем Стик Стик ТП Хорошо Вардик Скоро Пропадет Но через Минутку Пропадает У нас Вард Отправляем Себе Куру На топе Прям Что-то Жесткое Бара Побежал Побежал Бара Жить Хочется Хочется Жить Знаете Такое На миду У нас Тинни Тинни Сейчас Попробуем Убрать С Центральный Сразу ТП Опа Не попал Я Ультимейт Юзать Юзем Ультимейт Смотрите Делает Извращенец Но у меня Вот эта Склянка Далеко Летит Хорошо Прям Жестко Я его Жестко Берем Второй От второго Будем тут Играть Очень много Есть возможности У нас Накидывать Второй Поэтому Берем Второй Хорошая Монетка Вбиваемся Гукс Ларкус Бегаем Шало Злятся Злятся Пацаны Сразу Такой Не Ну Нафиг Такой Выпрыгивает Ладно Хрен С ним Тинника Погнали На миду Дальше Душить Тинник Не должен Видеть Ничего Зевс Бежит Злой Ничего Не может Сделать Бедный Стоит Просто На месте Стоит Просто На месте Нифига Там Кто-то Огнет Бара Да Бара Огнет Мы можем Тоже Бару Подушить Немножко Вардик Пропал У нас Да Жестко Пока Идет Все нормально На миду Тинника Мы Огнем Тинник В принципе Для нас Не проблема В общем То Тинник Для нас Не проблема Мне не нравится Что у БТР Дневной обзор Плохой Он очень Плохой Действительно Не буду Я сильно Тут наглеть Потому что У меня Нету ХП Нету Маны Там Еще Бара Живой Сларк Выпрыгнул Прямо Как будто Жапка С этого С бассейна О Монетка Хорошо Пойдет Хоть что-то На покушать Давайте Здесь Отопьемся Сейчас Выложим Артефакты Отопьемся И пофармим Еще Хорошо Хорошо Не успею Второй Раскачиваю Ребят Для того Чтобы был ДПС И берем Даггер Первый артефакт Это у нас Даггер И потом Пойдем Подстакивать Лет с Даггером С Даггером Чуть легче Будет намоваться И от рун Будем Гангать От рун Будем Гангать Там еще В лесу У нас В лесу Найкс Там еще Ковыряется Это дело Лейти нам Конечно Не сдобровать Лейти нам Не сдобровать К сожалению В лейти Там все Очень серьезно На топе Жестко Душина Поможем Поможем Сларк Ну сларк Не умрет Тоже Плохо А умер ДПС Там Задушил Просто Ты тоже умрешь Четыре стака Это уже смерть 3к имеем Слушайте А может в радиенс Выйдем Раз 3к Есть Поможем В радиенс Тупо Выйти Десятая Минута 3к Это очень Хорошо Поможем Выйти В радик А лучше Выйти В даггер В дефолт Потому что Мы быстро Мы на этих гангах Тоже быстро Поднимем Сларк Там дпс Не пережил Дпс Очень сильный Я тупо Раскачал Дпс Пайрфлай Чисто для Для галочки На самом деле Дпс Подраскачиваем Чтоб было Интереснее Риппер Отдал Хорош Иди сюда Есть Но пока Что Все Ровно Ага Давай 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 Ух А Лутер Сейдж А у меня Вон Что Есть Даст Сейдж Ну На екс Это уже Посерьезнее Это уже Посерьезнее Понял Борочка Бежит Борочка Бежит Мом Мом Это хорошо В кавычках Нет Можем Настакивать На него Нет Не будем Лучше Рисковать Не будем Опасненько Сларк Алатар Че-то Тинник Вообще Газует Посмотрите Холодно Нет Ну Вот Это Вообще Ни В Какую Ни В Какую Вообще Засейвить Имейт А дай Рипера Друг Ну Рипера Дай Ж Почти Почти Блин Вообще Не кайф Да Ребят Чисто Бара Пробежал Просто Рядом Ну Не Видел Я Извините Не Уследил Ладно Рано Или Поздно Все Рано Сфиди Должны Были Но Там Сларк Видите Там Профессионал На Сларке 6-1 Бегает Лотар Фирс Артефактом На Девятой Минуте Он Купил Это Очень Быстро Лотар Не Контрится Кажись Мне тут Вообще Придется Всю Игру С Блин С Гемом Бегать Но Это Зашквар Честно Посмотрим Куда Он Пойдет Останется Я Его Задушу Хорошо 6-1 Сларк Был Повержен Мидером БТР Он Анашабара Меня Сейчас Не Поверк Не Свергнул Так Сказать Так Отлично Фаерфлан Начинаем Раскачивать Блин Тут Потное Будет Знаете Почему Потому Что Там Очень Много Керри Очень Много Керри Там Еще Инвок И мы Подсасываем Будет Очень Тяжело Это Подзатащить Я Думаю Я Попробую Хоть Что-то Сделать В Этой Игре Еще Левел Фаерфлай Левел Фаерфлай Хорошо Тинебары Стандартный Набор Дотерские Тинебары Вот Вот так Сделаем 2600 Есть У Нас Парень На Некое В Стил Пошел Просто Пофиг Кому Го На Базу 2800 Есть Так И Выгангиваем Выгангиваем Ребят Так Некор Нанизу Ага Ускар Ускар Умрет Сейчас Ускар Умрет Шансов Там Нету Сларк Неуязвимый Просто Лотар Гейминг Побежали Лотар Забежали Инвокер Нанизу Да Убьем Лотар Убьем Жесть Просто Ничего Мне не Сделал Тупо Крутится Влево Вправо МХ Найс МХ Чел Под тавером У меня Стоит Я Типа МХ Осуждаю Осуждаю Интересно В чем МХ Что ты Под тавером Стоишь И пушишь Меня Сори Больше Не буду Убивать Тебя Сларк Арчи Делает Монета Монета Попробуем Его Убить Блин Он очень Жирный Айкс Он очень Жирный Так На топе Двое Хорошо Тинни Даггер Хорошо Хорошо Пойдет 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 Шокер Вард Поставил Вот Отходить Отсюда 3 700 Есть Можно Вообще Давайте Дагон Сделаем Лучше Дагон Ребят В данной Ситуации Девс Погиб Я тут Ничем Не помогу Отходим Отходим Так Но меня Не надо Отдавать Только Тинни Тинни Еще Тут Дагон Двоечка Есть Ну Лучше Через Дагон Тут Играть Рагент Не Тут Не Даст Буста Ребят Тут Нужно Херу Киллер Отыгрывать Потому Что Тут Очень Очень Жестко У нас Команда Сосет И мы Должны Что То Тут Делать Соло Девятый Шестой Левел У нас Парень На Ускаре Алхимик 26 Смарка Надо Душить Сколько Там Тысяча ХП Я Его Убиваю Через Лассо И Стак Небольшой Тут Встанем Сейчас Аккуратненько Встанем Хорош Ну вот Если бы не догон Было бы Конечно Хуже Через догон Гейминг Будем делать Все это Дело Вот там Кто-то Встрял А Инвокер Хуи-ей Бара Оттолкнем Оттолкнем Настакаем КД Настакиваем Ребят Домой Побежал Бычок Спасибо Некор СПС Помог Он Ну по факту Помог Я бы его Оттолкнул И не убили Догон В тройку Ребят Советую На канале Ксен Азез Посмотреть Гайд Там Все О Способностях Лол Я и не говорил Я советую Вот так вот Сделаем Ты не хинозес Так я не хинозес Нет Я не хинозес В любом случае Я так чисто Пробежал Я мимо пробегал Гоус ларка Душить Куда пойдет Интересно Так у нас почти есть Лассо улучшенное Этот вард конечно Плохой от Зевса Ну на там Найкс Нет Найкс Не пойду Гоу Вот так сделаем Задушена Надо уходить Отсюда Ой-ой-ой-ой Еще идти Ник тут Хорош Но нету Ффшки Ля Что я сделал Ффшки нету Не хочу Юзать Файрфлай Вон он Смотрите Крыса Надо уходить Уходить отсюда Надо ребят Ну-па Вот она Джи-джи Я тоже умер Эх Ну не знал Что Бара бежит Не успела Дагон купить Джи-джи Уф Тяжело Тяжело Ребят Бара Выбежал Задушил Так Но у нас Чемист Он купил Кстати Сакарет Значит Мы тут Сейчас Просто Дефолтно Догонимся Ребят Догонимся О У него же Есть Радик Да Хорошо Боже Чел Ты на Сларке Играешь Фиг Честно Чел на Сларке Играет И говорит Про Раков И говорит Про Раков Честно По факту Бара Поставил Там Играй Это 85 И что Сларк Тут Вообще Им Бища Пофиг Вообще Так Тавра Ще Стоит Тавра Ще Стоит Так Сларк Сларк Гол Блин На Мид Тепас А там Комбо Бомбо Там Щен Вакер Под Души Жесть Кто Моп Подумать Кто Бо Мог Подумать Мне Кажется Мы Тут Про Играем Если Команда Дурачок На Сларке Осуждаю Осуждаю Чела На Сларке Хорошо Химик У нас У меня 17 Левел Я Наган Другой Ак Потом Ой Понимаю Так Вот Туда Блин Ну тут Вард Ты точно Знаешь Что мы Тут Подвар Дым Идем Точно Знаю Точно Знаешь Что Подвар Дым Надо Вместе Го Вместе Надо Вместе Что То Сделать Хочется С командой Поиграть Или Тинника Вот Там Вот Убить Где То О Павар Еще Сларк Уже Бежит Показалось Да А вон Я Увидел Он Чисто Зашел Там Зец Процветил Жас Ульты Опа Это Кто Это Большой Толстенький И Сюда Друг Хорош 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 Оп Оп Го Вот так Сделаем Ребят Бедный Сларк Господи Как у него Горит Рачонок Кукарикушка Уже Третий Случай Говорит Так Хорошо Ребят Главное На мораль Посадить На мораль Подсадим Сейчас Оппонентов И выиграем Катку Все будет Хорошо Главное Догончик Есть Алхимик Работает Лассо Есть Почти Ждем Лассо И Если Что Тревел Сейчас Этериал Тревел Спичок У меня Тут Есть Вот Сюда Бедный Сларк Вот Через Догон Сларка Вообще Изи Контрим На самом Деле По Кайпу Гон Атопи Фарм Берем Через Крипов Наверное Атоп Сделаем Вот так Щас Пик Пик И Полетим Налайн Хорошо Забрали Хорошо Там Бара Атакует Тревел Баблин Вы Фармин Да Ребят Ну Такая Мид Мид Гейминг Такой Сларк Сарите Там Фармин Погнали Погнали Я Я Бабли Я Бабли Я Дасты Кончились Сларк О Смотри Возрадовался С Арус Этого Сларка Арус Этого Сларка Так Тревел Надо Ребят Хорошо Хорош Пек Натопит Че-то весело Хорош Ребл Есть Во Все Химик Нам Сделает Аганимеус О Подорогой Ты нам Родной Просто Просто Родной Нифига Про каст Какой инвокер Все Гитбэк Погнали Тревел Есть Тревел Есть Можно Поесть Ну Жестко Овнаджи Делаем Правда Ребятам Я сейчас Там Не помогу Внизу Ну Сдаются Оппоненты Сдаются Замрались Вот Там Еще И Найкс Брону Помогу Только Вот Так Вот Откину Хорош Тревел Есть Задушили То Что Алхимик Прифармил Стоял Подъем Выравниваемся Выравниваемся Ребят Фига Прокаста Дает Так Я Б Я Б в барах как хорошо что не на меня хорошо что не на меня сейчас логинь даже сдохнет где где-то крест сюда быстренько выформливаем и нам базу 2k имеем но скорее всего тут не будет такая потная катка я думаю тут изи катка потому что мы уже выгоняли ну там тени с ларк если дала это дотянем тут будет gg я могу тут умереть все равно свара побежит я скорее всего умру печально не дофармливая не знаю надо сразу не зайти но я не видел кстати чтобы конка моргал неужели пофиксили я не видел нормально так с ларк с меня сейчас очень многое взял многое взял так ладно ладно с видели получается ой какая комбинация ну почти почти вайбара побежал вора побежал так начинается драка влетают ой комбо вомбо комбо вомбо не потяните не потяните развернуться выйти развернуться уйти стоп спам стоп спам так инвокер на низу так но сейчас надо будет соло аккуратненько покинять он креветка с арчи дам с арчи дам креветка так хорошо посолить что нас партефактом с ларк умер просто есть вот такая штука давай 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 я пошел ну это можно будет сказать четко будет тут вообще хорошо даст игол даст и и погнали искать смока смока и погнала тема это все смока и погнали отлично у нас еще и аганим есть алхимику отдельный респект за то что сделал аганим сейчас пойдем додушивать но с аганимом прям очень хорошо будет ищем инвокера ищем инвокера ищем ищем вот он где хорошо у бар бежит ахахахах это пятеро жесть печально это все один инвизор и комбо вон бы прибежала там бара делает бкб хан и я смогу перекрывать то бкб ху не суть но 50 секунд надо будет сейчас дефить чем место уже есть манта от хг играйте 40 сек нет у меня игра начинает набирать обороты сейчас будем думать пускар в лауграунде стоит из-за резяя рискует так но четыре раза я видел то много я не должен вообще умирать но кто знал я вообще я знал что ну видел что инвокер там но как бы кто знал правильно кто знал что там сейчас так будет я же не знал мне же нет мобхака чтобы знать что там сейчас четыре герои еще будет не суть короче не суть сейчас вместе соберемся будем душить хорошо аккуратненько аккуратно хорошо кто-то там бегает будет гем брать ребят нету скорее всего надо будет актарины гем и артефакты иметь такие артефакты придется иметь чек на лирош чекнем пока первым не нельзя идти мне нужно на зацепе двоих где-то зацепить точно сами тогда яси что на зацепе они знают знают джи пуска там убивают куда ж ты бежишь на баре так сделаем бойкер я какие прокасты ли подходим отходим вара бежит подогона нету еще первое нет есть фэшка хорошо хорошо почти на вставочку прям подло ухп охотненько охотненько солд бустер надо взять я подло ухп сейчас солд бустера возьмем жестко так как-то жестковато так актарин ethereal и максимальный хейт ребят вот что нам нужно что на топе у нас иллюзии до стоят сейчас на топе еще фэшкой под флеймем немножко актарин и гем берем ребят надо актарин и гем у нас есть еще аганим с помощью аганима мы сможем тоже много вносить вот так сделаем ходим опасно потому что если бара побежал мне gg типа пара очень много хп мне снимет очень много хп снимет я не взял его вот так возьмем откину откину гатом демейджа хорош так но потно становится потому что не выводим чё-то на екс тут душит да нажмите ты на гасту нажмись фигасе гаста не нажимается санстрайк будет еще аккуратно надо вдруг блин душат жесть а походу датащей просядем сейчас а мы уже просаживаемся как бы посаживаемся жестко бкб осядут надо будет под души сларка еще не видно нигде было да бустер так как тарин есть внизу да ребят там локер сларк почти скади уже тяжелее будет убивать сларк да идет сларка надо сразу цеплять ну уже соло не погангать они очень жесткие стали очень жесткие локер там стоит понял инвокер рядом бара прибежит не знаю зря я это делаю бара же еще прибежит не она того не стоит пара прибежит пара прибежит пара прибежит нас узкар слабенький немножко но ничего так и гемчик надо гемчик химик мне отдал 4 200 чуть-чуть надо будет ему дофармить еще надо будет помогать иллюзия что ли чё он такой ну я щас живу надо успеть нажать только кнопку все я умер да он уснижал жесть я погиблый просто через все кнопки убейте убейте они изи и должны на развороте найкс у гг сразу должно эх найкс еще сейчас на развороте будет грызть тучку 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 бро джи с картом побежал куда-то по своим делам вообще потерялся пацан хороших вот так добить добей добей бм хорош хорош у меня очень много нажали ну реально очень много найкс еще вгрызся в меня я не успел гасту нажать не успел сларк там как крип просто я подумал сначала что это иллюзия я догона даже не отдал надо догона сразу отдавать просто я стараюсь настакать там какие-то бонусные 25 50 урона но все равно они имеют место быть тем не менее тяжело потненько сейчас надо будет взять гем плохо что алхимик умирает у нас так что такое ну сейчас хотя бы ускар чуть пожил но тем не менее все равно сдох на низу инвокер инвокера надо убивать тоже инвокера я соло могу вроде еще убить 1600 хп должен я его сливать они сейчас они не дерутся то есть они стараются от баратрума играть от комбы то есть баратрум плюс найкс они вот так стараются сейчас ганга в этом проблема серьезно имеется не крылает аганим хочет сделать и аганим продай мулик мне кажется сейчас инвокер напасть может захочет возможно но может я вот ошибаюсь может я ошибаюсь тяжелая тяжелая катка пошла химику фарм оставляем химик point booster купил но в бакторин пойдет я гем я гем куплю ведь еще надо вместо вот этой штуки и шестой слот вы какой-то типа линки что-то я не знаю линки надо рядом с химиком держаться эти ромбы мне бы еще ультимейт реализовать двоих зацепить на 4 секунды задизайблить это было бы годно было бы годно ну поймал но не поймал то называется найкс надо хорош по это плохо не могу ничего сделать пить ссылки поджигаю поджигаю хорошо ухты до свидания день шелкер сангин шелкер убежал до криса он на топ он на топ сейчас инвокер сюда придет дефится и пошел он дефится должен я не думаю что он там на тревелах он на тпшки на обычный пошел по-любому ой на пешком на пешком на пешкарусин по-любому там пошел вот так вот сделаем любом он там пешкарусом пошел все нет бог точно за фармин ребятам помогаем лассо двойной все-таки с ларк все равно снял но пойдет могло быть и хуже просто хотя мог догона дать бы на байбэк развели но надо было догона вообще дать чтобы на рипера ушел он хотя я даже сделал лучше он байбэкнулся это уже намного лучше то есть моя ошибка превращается такой не в ошибку а получается то что нужно правильно правильно хорошо что ультимает карает алхимику спасибо что за бустил огоним сейчас этериал сделаем будем фокусить потом на топе сларк орчит да нету блин надо гем купить но хочу это рел добить тем купите узкар сейчас все равно оденется то есть узкар с левелом со шмотками дополнительными оденется а по дорогой домой хорошо что есть догон вот сюда ты пашку сюда . на выкупа нету бакера надо идти тут экшена возьмем а так сделаю отойду он кажется умрет как ты забрал фига ты жесткий аннекси рейдж нажал свинья дэфа щит будем от кг рейдж нажал я мне кажется его убил бы 1 стакал скадис ларк нападает дал химус рэх не успел я не успеваю ой успел молодец тоже битва и байка если я сейчас еще кого-то зацепили вообще офигенно будет потненько потненько на низу на низу этот денег у нас полетели может успею даже может успею даже он в лес нырнул тени а егис бара но тут надо фэшка у джи джи и терял не успевай накинуть перел как я рассказал вот это аганим просто это аганим это аганим детка казалось бы просто безвыходная ситуация собью или не сбил 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 сейчас догоним раз догоним домой дорогой опа изи изи да еще вакера догоню джи джи хорош некор поддержал в парни блин ну четко печалька и миг молодец и загоним красава джи джи блин офигенно честно вот эта катка прям ну суетливая ребятки суетливая катка ребят ну более чем более чем кайф и одними не надо меня кидать не надо я уже понял такая такая маленькая видели вот этот я эти туда залезу я туда не вылезу чё гитбэкаем отсюда но по сути тут 6 слотов по 7 слот у нас чем из брат помогу он задиспелит порвала сетка тут и перелом дай ему это реладом лучше дэмэдж джи джи ребят но на самом деле это катка прям очень мне понравилось тем что она потненькая на серьезненько дурили приятно ребят приятно такие каточки играть но или приятно согласитесь тем более на бтре через мид такую катку ну прям сок я считаю что сок ребят прям по кайфу но в целом я думаю вам понятно как играть на этом герое как играть в миду как играть в тройке и наверное фановая катка у нас останется керри каткой но ребят я попрошу написать нужна она или нет просто дополнение никто не смотрит ну реально я вот захожу на канал расскажи когда там что рассказать рассказать то есть керри катки вы вернее керри катки не смотрят дополнение совсем ребят то есть там 5000 просмотров от силы если гайды смотрят по 15-20 и так далее то керри катки то есть дополнение в их вообще почти не смотрят друзья поэтому и монета какое мх просто не смотрит эти игры я поэтому вот не знаю ребят имеет ли смысл ее делать но конкретно вот эти катки на бтре которые я хотел вам показать я вам показал я вам показал друзья так что держите в курсе надеюсь катка это вам понравится но потненько сами видели сколько могут такая с такие ситуации прям по кайф инвокер перегорел конечно же посмотрим в артест нету варда отлично закончим по закончим парни молодцы все ребята в команде прям слаженно сработали хорошая катка мне понравилось но мы еще не закончили и еще не закончили гол мы еще не закончили но но сейчас закончим пошел я тут каждый дав таверну успеть только и терял дать себе хорошо хорошо вы душат прям вообще по страшно гем забрали да хорошо да дай накинуете тарио ладно себе кино пашка есть есть запарил на баре только дай мне кинуть тебе вот эта штука да ты подохнешь но похорон очка просто похорон очка друзья на этом у нас гайд я считаю что более чем завершён друзья спасибо всем кто посмотрел этот гайд кто поставит лайк друзья отдельный вам респект спасибо за то что поддержите в целом я считаю что гайд получился успешным одна изи катка одна средненькая на троечке и она вот такая небольшая потненько где ну реально немножко подзапотели видели как все плохо так в середине игры было они могли нас задушить но не задушили и много таких всяких красивых моментов с агонимом было вот но это то что то что нужно друзья в принципе на этом все спасибо всем кто посмотрел этот гайд все ребят давайте с вами был ксенос и до скорого